Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, поверим в Стрэнджа, напилим четверочек на него. Так, ну Гуру Касс. Гуру тут, я думаю, фаворит все-таки немножечко с Кассом, но Касс может, я верю, КРРС Коу фаворит. Я думаю, Коу может КРРС пробрить, в принципе, как бы. Ну, тоже можно сразу душечку пилинуть, да, как бы. Короче, я просто подушечкой на... Сейчас не фаворитов напилю сразу, и все, как бы. По приколу. А дальше посмотрим, три пусть останется по фану. Кому интересно, можете пилить. Так, в Стрэндж в ладере... 2 на 2 вообще играет. Так, все, Стрэндж в ладере... Позвал, сейчас карты подчеркают, и будем стартовать. Все, везде стрим работает. Так, пока есть время, я забыл важный момент. Мне надо, ну, маме моей, позвонить. Сегодня мама, моя бабушка Даш... Ой, Машу забирала из садика, узнаю, как там дела. А, уж Даша должна прийти домой. Была... Короче, звоню, сейчас вернусь к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, жду с нетерпением начала, даже не хочу чаев никаких заваривать. Сейчас начнутся игры, и будет все круто. Гогода это всегда праздник, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что же... Ну, что же, что же, что же, ждем мы продолжения, точнее, начало, какого продолжения уже мы ждем, наконец-таки. Сейчас оно будет, это начало. Субтитры сделал DimaTorzok Это Бо-5, ребят, каждый матч, соответственно, полуфиналы тоже Бо-5, матч за третий Бо-5, финал Бо-7. Такая система. Но полуфинал и матч за третий Бо-5 будет 30-го числа проходить. Завтра у нас будет получаться пауза. Стрэндж каким-то баркодом играет. Вообще полностью баркодом. Ну и посмотрим, насколько Стрэндж готов. Чекайш же Блай фаворит и по коэффициентам, и по всему. Я думаю, и многие согласятся, что Блай фаворит. Я тоже так думаю. Потому что все-таки Блай в последнее время очень много тренится. Как я понимаю. Ну очень может быть лишнее, как бы, но много. Вот. И несмотря на то, что все-таки любит он свои хаты эти очень сильно, они заходят и в целом отыгрывает неплохо Блай. Стрэндж я не знаю, как в последнее время тренится. Наверное, к матчу к этому готовится. Наверное, готовился к этому матчу. Да не, наверное, а точно. Все-таки, как бы, и турнир достойный достаточно, и призовые неплохие, как бы. То есть, и вы еще, ребят, можете, помните, увеличить призовые, естественно, на данном турнире, как бы, и сделать еще их более достойными. Еще два дня он будет проходить, этот турнир. Поэтому, как-то так. 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 Так, ну кид-гасник с кибернетчика Билд у Стрэнджа Блай, семнадцатая хата, Гаспул Мув делается, Твайлайт у Стрэнджа пошел Не в стенки пошел На Мэнни, успеет ли Стрэндж стенку закрыть? Блай лингов тут построил Шесть штук, кстати Из шесть лингов Стрэндж идет прям в наглую Вперед Я просто, когда смотрю такие темы Меня поражает что всегда Игроки как будто, ну не знают С кем играют, а? Ну реально, ну блять, просто Я смотрю, это вот лунтиковская тема Меня просто поражает Ну вы же с Блайм играете, ё-моё Да он всегда шесть этих лингов строит Нет Мы идем вперед адептам Стенка не закрыта Мазеркора нет Короче, прибегают шесть первых лингов И ГГ делают просто Шесть пробок минус Ну тут Стрэндж правда Три дрона в ответку убивает Это хоть что-то Четыре Ну кстати, четыре Это уже не что-то Это уже почти ответ Двадцать пять Ну все равно Блайм больше У Билла Стрэнджера Абы покатались Как бы, вон еще собака одна На муве бегает Она может прийти И тут коготьки свои Еще применить Раз Вот, например, цель приоритетная Сразу же, как бы, для этой собаки Хорошо Стрэндж Линга убил У Блайя Лэйр Третья хата Так, кстати Что-то отменил Тут Блайя Что это было, кстати Блин, я пропустил вообще Не знаю Что там за здание строилось Наверное, Роуч Ворон Строился Что это еще может быть На этой стадии Либо Эволюшн Либо Беллинг Нест Беллинг Нест Это стопудово Нет, я думаю Либо Роуч Ворон Либо Эволюшн Скорее всего Может Эволюшн У Роуч Ворон Бурж заново заказан Так, ну а Стрэндж Дарк Харас Как бы стандартный Достаточно В современном ПВЗ Кареров Стрэндж Пока не собирается Выходить, насколько я вижу Реально у меня припекло Из-за этих Лингов Конечно, врыва Стоял бы просто Адепт, например Хотя бы дома Стрэндж вообще бы Никаких потерь не имел То есть просто Законтрить этих Лингов Что не сделать Чтоб они ничего не сделали Это значит Как бы Блая Сразу в минус небольшой Загнать в начале Потому что он всегда Стандартно играет Вот этот билд Всегда Нет, ну в смысле Не всегда он играет Именно этот билд Он очень часто Как бы 90% игр Там 6 лингов Этих Строит Это проседание По экономике Короче Это стопудовый Расхват И нужно всегда С этим бороться Призма Летит вперед 4 гейтика Открываются Нужно сейчас Все разложить Спорки у Лаа есть Ну, кстати А вороны У него нет Кроме роучей Вот сейчас Которые заказываются Так Спорку минус Устренч Неплохо 3 дрончика Минус Ну, тут есть Этот оверсир Стрэндж Что-то райдкликнул В хату Зачем-то Если бы он Не отдал дарка Это 100% В плюс Был этот размен Но Стрэндж Отдает дарка И это уже Не так хорошо Блай Очень грамотно Сейчас действует Смотрите Заливает крипом Соседние базы Со Стрэнджем И он видит Уходит ли Стрэндж Третью Или нет А Стрэндж Делает один Из любимых Своих кушей Которые Как он сам Скала Это Нам всем Уже давно Понятно Он у статца Подсмотрел А статца Очень крутой Сейчас Протс По билдам В особенности То есть Это будет выход Зелки Архона Имморталы В общем Такой Со стороны Стрэнджа Но Блай Роуч И смум Уже И Блай Очень много Их масит Правда Смотрите Это на 50 Рабочих Все делается То есть Зерк Здесь Никакой Маг Тоже не выходит Так Еще Трезилка Стрэнджа Но Можно Выйти Ребята Можно Выйти Сейчас Третий Нексус И потом Делать Выход Тут Может быть Стрэндж Как раз Подготовил Эту тему Я ему Рассказывал Про то Что Статцу Так Именно В последнее Время Отыгрывал Здесь Архон Королев Пытается Минуснуть Контроль Великолепный Со стороны Стрэнджа Давай Давай Минусую Минусует Королеву Стрэндж Роучи Все больше И больше Ублает Только Архонов Главное Не отдавать Здесь Ни в коем Случае Правильно Стрэндж Загрузил Здесь Конечно Лакомый Кусочек Красные Роучи Были Но Нужно Ли Этих Роучи Было Сейчас Бомбить Жертвовать В общем Архон Случиками Своими Фаербол Но Апса Вижу Что Стрэндж Законтроливает Кстати Говоря Почти Попал Влай 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 Сейчас Попадет Царь Влай Стрэндж Повел Апса Сзади И в итоге Отдал Так Довар Еще Архонов Дархов Влай Идет Вперед От Влая Будет Налом Но Стрэндж Неплохое Качество Боевого Лимита Очень Его Великолепная Позиция Для Архонов Дилки Сверху Подходит Архонов Только Нужно Контролить Стрэндж Можно Лучше Фаербол На Призму Падают Но Фаербол Не решает Здесь Нормально Потому Что Нет Все Призму Сбил Я Не Прав Блай Ну Стрэндж Разваливает Вклам Сейчас Можно За счет Третьего Некуса Выходить Вперед Смотрите Да Стрэндж Прикольно Действует Именно Как Стат В Последнее Время Архона Нужно Отвести Стрэндж Развел Сейчас На Архона Блай Еще По Потерям 3 300 На 5 100 В Пользу Стрэндж Блай 20 Роуч И Добавляет То есть Он Не Может Сейчас Просто Так Слезть Со Своего Роуч Пуша Вот Этого Так Довар Взилка Тут Куда Идет На Мэне Еще Один Зилок Так Чтобы Фигам Прыганул Да Он Рекордсмен По прыжкам В длину Просто Заходят Блай Роуч С вами Стрэндж В ТУ Ловит Группу Хорошую Роуч Здесь Видят Что Блай Идет Вперед Надо Вразмен Стрэнджу Идти Варианта Другого Не Вижу Нексус Это И добываться Не Начинал Собственно Говоря Поэтому Абсолютно Верно Решением Будет Со стороны Стрэнджа Идти Вразмен Смотрите Здесь Кое Качество Микса Здесь 5 5 Имморталов Здесь Архонов Очень Очень Много Заходит Стрэндж На Третью Мне кажется Можно Было На Вторую Зайти Пару Роуч Стрэндж Стрэндж Еще Подрезал У Блая Прирост Очень Много Здесь Блая Пытается Ломиться В лоб Сейчас На Стрэнджа Нет Здесь В лоб Не Получится Зайти Блая Так Просто Архон На Брудлингах Погиб Поля Не Регенил Ё-моё Стрэндж Что же Творишь Это Такое Как Можно Архона На Брудлингах Отдавать Блая Роуч Возвращать Сейчас С двух Сторон Будет Стрэнджа Пытаться Зажать А Довар Пошёл Ещё Зилков Фаерболы Сюда Пройти Не Могут Стрэндж Разваливает Блая Здесь Роуч В Хлам Сверху Роуч Спускается Тоже В Хлам Отдаются Фаерболы На Призму Проходят Но Не Могут Убить 98 102 Ну Стрэндж Я Вижу По Контролю Стрэндж Сто Пудово Готов По Контролю Стрэндж Сто Процентно Здесь Сможет Проиграть Посмотрите Сколько Иморклов Шесть Штук Это Просто Сверх Тяжёлый Микс Против Того Что Имеет Блай Стрэндж Минус Сто Сразу Хату Филды Просто Великолепно Сейчас Ставится Ещё Филды Пошли Стрэндж Очень Любит Филды Очень Любит Он Их Ставить Потерев Ещё Больше Не В пользу Блая Становится Он Ищет ГГ Царь Не Перехвалить Ну Царь Не Царь Нет Ещё Пока Никакой Не Царь Ещё Просто Пока Что ГГ Молодец Что Будет Дальше Я Даже Не Знаю Сложно Мне Сказать Ребята Очень Сложно Но Игры В плей-оффе Уже Такие Что Нужно Всех С Наступающим Записал Сегодня Небольшое Поздравление Которое Будет Вобще Вставлено Андрюхой Аспирантом Скоро Его Зальют Под 31 Числа Я думаю От Гудгеймовских Стримеров Ну и Рад Всех Вас Видеть Ребят Решающая Стадия Данного Турнира 30 Числа Будет Завтра У нас Ничего Не Происходит Завтра Лучшие Игры Посмотрим Видимо Мы Опять же То Что Смотрели Сегодня Поиграю Сам Чуточек Может Быть Вечером Надо Снимочкой Все Таки Так Ну что 1-0 Стрэндж Боярин Царь Бог Пока Еще Стрэндж Только Ну На Боярина Выходит Так Прокси Хата Здесь Смотрите Стрэндж Ставит Фаржу То есть Это Прокси Хата С плетками Очевидно Смотрите Стрэндж Видно Что Готов Здорово Захар 27 Тебе Спасибо За поддержку Когда-то Зачетную Вот И Стрэндж Идет Вперед А Ну Это Просто Хата Чтоб Никсус Законтрить Стрэндж Сейчас Фотоночку Поставить Все Нормально Будет Здесь Надо Пилоном Блакануть Блая Просто Базу А Че Стрэндж Боится Ё-моё Стрэндж думал Что там Плётки Будут Нет Блай Уже Плёток Не строит Давно Никаких Насколько Я вижу Зилок Выходит Так Кстати Кстати Смотрите Там Пул Есть У Блая Стрэндж Решил Почему Бхатку Не Подфотонить Блай Здесь Так Слай 69 Тебе Респект Вот Кто Про Что Ты Пишешь Это Как Б Имеет Ну Основания Быть Вот Но Проблема В чем Проблема В том Что Такое Правилами Запрещено Я думаю Там Заранее Под эти Турниры Что-то Там Подстраивать Так Три Фатонки Уже Стрэндж Ставит А Блай Все еще Их Не Видит Ну Стрэндж Там Сталкер Запилин С Тигря Но Нексуса Как Не Было Так И Нет Нужно Либо Хату Сразу Стрэнджа Атаковать Вот Насчет Этого Я просто Неуверен Исчестно Ребят Так Пробочка Выходит Куда Она Поехала Так Пробочка Блай Отменяет Хату Блин Дрону Не хватило Одного Выстрела Со стороны Фатоночки Чтоб Отменить Роуч Ворон Блай Заказ Я не Понимаю Единственное Знаете Чего Я Не Понимаю Здесь У Стрэнджа Нет Нексуса Как Он Выигрывать Собирается Ну Зафатонил Хату Здесь Другая Хата У Блая Есть Чего За Бред Вообще Стрэндж Делает Стрэндж Мне кажется Вначале Он Правильно Сделал Что Там Не Показал Зафатонил Правильно Три Фатонки Многовато Одну Надо Было Отменить Скорее Всего Стрэнджу И Как Он Собирается Пушить Блай Я Просто Не Понимаю Реально То есть Он Сейчас Сам В Какое-то Странное Положение Загнал Вроде Как Он Блаю Разобрал Хату Отменил Но Без Нексуса Он Просто Отстанет Сейчас Так Здесь Кстати Овер Висит Которого Стрэндж Тупо Не Видит Что Самое Интересное Так Забегают Линги Просочились Через Адепт Что Самое Интересное Стрэндж Уходит На ХГ Здесь Два Прохода Самое Интересное Тоже На ХГ Есть Мазер Хора Нет Блин Стрэндж Реально Перехвалил Я В Первой Игре Криво Стрэндж Исполняет Абсолютно В этой Игре Сейчас Че Он Делает Даже Не Понимаю Если Честно Блайтом Уже Сгрызали Какой-то Начал Вапсу Пробок Сливает Сколько Ай-яй-яй-яй Какая Чушь Вообще Сейчас Стрэндж Происходит Здесь Фаерболами Просто Блай Выебит Это Все Одним Ревелджером Одним Просто Пилон Фаерболит Все Время И Все Абсолютно Верно Линги Опять Приходит Гиты Сейчас Отменит Блай Стрэндж Потом По-моему Пилон Не отменил Насколько Я понимаю Гиты Открывать Пытается Здесь Просто Масроуч И Блай Наделает И Все Кстати Адептов Можно Варпануть Сейчас За Фатонки Пока Пилон Не Погиб Да Но Варп Медленный Вот Чем Прикол Так Еще Два Пилона Стрэнджа Еще Сталкер Стоит Сталкер Стоит Опять Туквай Начинает Короче Пилить Здесь У нас Спор Доделывается Нужно Фокусить Дронов Нормально Стрэнджа Сейчас Да Дронов Фокусить Что Ты Делаешь Стрэнджок Четыре Минус Пять Десять Одиннадцать Нет Не одиннадцать Десять Ну шестнадцать Двадцать Два Парабам Это хоть Какой-то Шанс Для Стрэнджа Фатонки Отменились В итоге Гииты Тут Не работают Нифига Вот эти Нужно Пилон Восновить Здесь Два Даже Стрэнджа Да я понял Стрэнджа Девять Это Не Это Не Возбраняется Просто Как бы Так Бы Все Делали Зачем С буржуями Как бы Да Там Чего Открылись Это Мы На Гудгейме Можем Попросить Да И на Гудгейме И так Новости Везде О нем Есть А там Ты Чего Зачем Тем Более Не Европейцы Его Поддерживают Этот Тумир В основном А Наш Пацаны За Что Всем Респект И Янду Гигантский Респект Короче На Реводжерах Сливается Стрэндж Все Так Это Проигранная Игра Судя По Всему Чего Это Чушь Вообще Стрэндж Дел Нет Я Так Думаю Что Стрэндж Думал Сейчас Что Блай Будет Любимой Охату С Плетками Сейчас Делать А Блай Делал Хату Просто Чтобы Заблочить Базу И Все Стрэндж То есть Стрэндж Не показал Свою пробку Он подумал Ага Сейчас Я На Этих Плетках Его И Словлю Сейчас Но Нет Блай Уже Не По Другому Делает Частенько Так Адепты Контур Харас Ну Кстати Если Стрэндж Здесь Отобьется Еще В принципе Можно Что И Получиться У Нем Так Фаербулы По Мазеркуру Проход Так По Реводзеру По Одному Сейчас Стрэндж Достает Неплохо Здесь Уверчаш Еще Роуч Зашел Один Отдался 45 51 Я Что Стрэндж Похороню Здесь Рановато А Он Все Еще Тут Присанет Опа Опа А Вот Эту Хрень Я Вообще Не Заметил Пацаны Выдвигаются Вперед Уже Спорка Есть На Мэне Но На Третьей На Дальней Базе Вообще Нет Никаких Юнитов Еще Фил Пошел Глочит Рингов Стрэндж Лая Возвращается А Стрэндж Видел Верхнюю Базу Вообще Не Ни Хрена Стрэндж Там Не Видел Но Вот Он Зато Видел Вот Эту Базу Стрэндж И Здесь Спорка Будет Уничтожена Заходят Дарки Вот Она Спорка Королева Минус Спорку Минус Стрэндж Спорку Минус Заминус Сейчас Дарка Одного Не Пускает Спорку Минус Ну Бай Пытается Защитить Его Фаербулами Что-то Ничего Не Выходит Хата Падает Робов У Стрэндж Больше Что-то Лимита Больше Роб Пошло Лэйр Блай Делает Лэйр Уже Не Спасет Блай Хата Вот Эту Стрэндж Чуть На Паербулах Не Отдал Сейчас Даркот Но Законтролил Все-таки Так Коу Ты Еще Пока Не Видишь То Что Вижу Я И Я Даркшайн Это Вообще Проморгал Ребята Просто Как Это Происходит Я Дарк Сразу Но Только Один Второй Живет Нормально Все Пошел Чаш Плюс Один Это Выход С Архонами Видимо Со стороны Стрэнджа С выходом В третий Нет Я так Понимаю Здесь Проверят Вторую Базу Стрэндж На Мэйне Между прочим Юнитов Боевых Вообще Нет Сейчас Стрэндж Палет Здесь Происходящее В общем То Блай Роуч Реводжеры Его Все Так Пошел Фото Дрон Очередной На дальнюю На вторую Базу Так Стрэндж Здесь Ставит Пилончик Имморталы Строются Чарж Делается Без Почему-то Правда Буста Делается Чарж У Стрэнджа Не знаю Почему Гитов Семь штук Скоро Будет Уже Очень Дарк Возвращается Домой Действительно Не надо Дарка Сливать Сейчас Призмой Можно адепт Наварпать Призмой Еще Подхарасить Блая Блая Двигается Уже Вперед Юницами Дарк Тут Опа Заметил Линго Стрэндж Лишнего Линго Подрезал У Зерга Лишнее А Стрэнджу Лишнего Никогда Не мешает Какого-то Одного Дополнительного Подрезать Никогда Не мешает Адептики Проходят Прямо Под оверсиром Не надо Сейчас Сливать Саплай Блок У Стрэнджа Нелепый Сейчас Пилон Здесь Ставит Стак Где Может Отдаться Что Самое Интересное Так Два Адепта На Мэни У Блай Дронов Надо Фокусить Стрэндж Дронов Фокуси Умоляю Что Ты Делаешь Да И Блай Как-то Здесь Что-то Плывет На самом деле Что Самое Интересное Так Здесь У нас Спильд На Треть Адепт 12 Дронов Стрэндж Еще Минус Ну По Лимиту Все Еще Плюсе Шпиль 4 Дарка Еще Где Эти 4 Дарка Вот Они Здесь Эти Дарки Два Архона Плюс Еще Один Дарк Три Архона Можно Суммарно Слить В итоге Да Три Архона И будет Стрэнджа Плюс Два Уже В этот Раз Атака Вторая Делается Атака Это Очень Важный Момент Здесь На самом деле В этой Игре Получается Стрэндж Хотя Там 8 Роучи 7 Реводжеров Там Блай Это Смешной Микс Так Призма Летит Архон Сзади Подходит Соплай Блок Сейчас Пройдет Но Плюс Два У Стрэнджа Нет Еще Да Плюс Два Мне Казалось Что Может Быть И не Стоит Стрэндж Врываться У нас Гвардиан Попер Филды Хорошие Пошли Роучи Реводжеры Подблочены Одну Сентрю Стрэндж Минус Нул Еще Филды Очень Неплохие Поперли Архоны Отходят Так Давление Стрэнджа Королева Падает Еще Реводжеры Сливают 84 72 По лимиту От Фаербол Увернулся Еще Филды Неплохие Пошли Архоны Давят Там Филды Эти Свои Ж Так Еще Несколько Сентрей Стрэндж Добавляют Хата Кажется Сейчас Спадет Я пока Не вижу Какой-то Макроигры Но с другой Стороны Альблая Тоже Нет Макроигры И видно Что Стрэндж Пытается Как-то Под него Подстроиться Но готов Ли он Будет Например Если он Выиграет С Гуру Какими Биться Но пока Стрэндж Еще От Победы Далеко Блин Во Всем Б5 В этой Игре Уже Партически Победа 100% 95 68 По лимиту Игры Прикольные Получаются Такие С интригой Я бы сказал Казалось бы Все Стрэндж Провалился Но тут Побегал Туда-сюда Дарки Пришли И Пробрел В итоге ГГ Пишет Ларь 2.0 Стрэндж Но мы Все знаем Что 2.0 Это Не Победа Бывает Происходит Перевороты Ну что Ждем Третью Карту Третью 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 П fant Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, погнали Ну что, 2.0 Strange Strange Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В качестве уже многие Что не может не радовать Опять Хатка от Блая Кстати, странно, что Strange позволяет Хату Блая вот здесь достраивать Так, эволюшин угла я попил... Ну это на хате здесь эволюшин Ну, странно же это два гейтауна, он как бы и не спешит куда-то там ломиться Опа! Вот это уже совсем интересно, прям таки Я бы сказал, это даже очень неожиданно Сейчас надо надбомбить этот эволюшин, отойти немножечко назад Надо было еще пару-тройку ударов сделать, чтобы минуснуть И сталкера нужно бустить, я считаю Так, здесь два адепта заходят Блая СЗ зажал Что-то Strange решил тут совсем какими-то экзотическими стратами Блая пробрить Блин, у Блая просто ответ на экзотические страты есть Это СЗ зажать Поэтому я не знаю, что тут Strange так наглеет сильно прям Адептик уходит Главное не спалить бы Strange, что здесь происходит Блая овер сюда в этом направлении летит Кстати, овер вот так Сюда прям подозрительно полетел Но! Смотрите, где он встал Ну подозрительность очень многих людей последнее время мучает Два дрона минус Здесь достаточно абсолютно юнитов, чтобы Блая принять Сейчас выйдет первый эморт Второй в заказе Пошел варп уже гейтового места Блин, так это очень опасно Это очень опасно То, что здесь сейчас происходит Так, проверяет Блая происходящее Опа! Нашел, нашел Strange Это тут эморт с зелком Но уже не отменить нифига А отсюда-то может взять ребят, которые стоят здесь на продакшене Двадцать два линга от Блая Смотрите, экономики у Блая вообще нет То есть, если Strange успешно сейчас пойдет вперед С эморталом, со всеми этими юнитами То у него все будет замечательно просто Так, там выдвигается вот этот сентря Сталкер и зелук Причем Блай... Так Причем Блай не видел этого И Strange удачно соединяет всех этих юнитов В одну кучку И все как бы... Так, здесь сентря с зелком на муве Блая А если что-то делаешь, Strange, ё-моё Филк минус, зелка не минуснет Просто сентря минус Узелка тоже минусует в итоге Блай Надо идти вперед Третья иммортал Здесь Strange что-то спешит как-то, по-моему Вперед поломится Хата третья у Блая Нужно ли лезть наверх, такая третья здесь есть Так, реведжеры Так, видят Strange реведжеров Ну что-то Strange залез под собак Филдов недостаточно Вообще непонятные вещи Strange делает Влез просто на отдачу Короче Игра, в которой должно было бы делаться 3-0 С Strange, он берет и просто умудряется Ее как-то подставить так, что Дает шанс Блаю Ну здесь еще все, посмотрите Еще до тех пор у Strange при этом Сохраняется здесь юнит Но, нужно ли ему у Таку сейчас драться Нелепо, блин, я не понимаю Так, Fireball по имморталу пошел Fireball мимо Strange подконтроливает иммортал Сделка адептов Но лингов что-то у Блая Слишком много выходит сейчас Ну иммортал живет Но нет, все, он не живет уже недолго Три адепта еще строятся Просто, ну такой бред сейчас Strange сделал, а Ну зачем? Ты видишь хату в Телускар И прирост пойдет Ты идешь сюда И заходишь прямо вот сюда И у этой все, блин, распличены Просто жестко Поставь все четко в кучу Как бы Чтобы филдами отделиться С Блай ворвался На халяву забрел Strange отдает игру А прикиньте, вот ты проигрываешь В итоге 2-3, например Это такой облом будет просто Ты вспомнишь эту игру Подумаешь, какой же я мертвец просто Ну я бы так сделал, по крайней мере Может Strange не будет париться сильно Ну тут уже 3 хата У Блай, прирост Рабов столько же Ну хат больше, продакшена больше А адепты без глеф Поэтому я не знаю Ну тут надо пытаться, конечно, еще сдаваться Это рано Но Блай, смотрите, уже собирается драться Против адептов Лингами, роучами и Ревеладжерами своими Контроль от Strange адептиков неплохо Вроде как Лингов много проблевает Там роучи сзади подходят Нужно отступать Иммортал номер 1 готов Номер 2 делается Нужны обязательно с Н3 Нужно здесь отступить Мужчика Блай идет Выбивать уже Прокси Ну смотрите, линги приходят А что с лингами делать? С лингами делать нечего Может так бы и морку, конечно, с ревеладжерами Что-нибудь получилось бы ими сделать Но вот начинается провал Ну это 2 А это 1-2 Могло сейчас быть 3-0 Но ошибки Стрэнджа привели Вот к каким последствиям просто Стрэнджа traz И так И так Стрэнджа привели так мальчик сам написал да тут и не влезть там так ну все ждем все готовы так 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 31 декабря Не знаю, возможно, будет стрим 31 пока Не, он будет, скорее всего Меня просили постримить матч Молодых там пацанов Милка против Милки Као Там финал Какой-то еще вот этого турнира 500 рублей там будет Может быть так пофанимся Но я думаю, что так, где-нибудь часов в час Сейчас из двух дня до часов шести вечера Постримлю где-нибудь и хорош Надо отменять Фаржу Стрэнджу В ней смысла уже особого нету Неужели не отменят Меня я Стрэндж пажу Молодец, все правильно сделал Запилил дрона 20-18, парабам Разводит власть Здесь Стрэндж немножечко Попытки зафотонить Нужно ли Стрэнджу фотонить здесь Вот вопрос, конечно Кибернетку Стрэндж запилил Это фейк, пилон, конечно Да Стрэндж решил, что Блай будет его сгрызать полностью Ну пробку-то уведи Зачем ее отдавать, е-моё Все, Блай на каст Понял и пробка Ну что за вот бред Все делал нормально Уведи пробку Пилон отмени И все нормально будет Даже пилон не отменяй Ну пробку-то нахрен отдавать вообще В итоге, блин Все-таки не дополучилось Я бы сказал Тут третья углая пошла Пилон сейчас упадет То есть можно было Спасти 75 минералов С пилона И пробку еще как бы Ты в финале СХЗ с кем играешь? Там были же вроде какие-то игроки А финал-то 31-го будет? Или какого? Твой противник атакует пилон Привет, Ай-29 Кто спорит Есть поговорка Тот не стоит Кое-чего Так, Адэп зашел Два дрона минус Уже размахивался Третьего минуснуть Второй удар Но не минуснул Все-таки в итоге Так, что там такое? Так, у Стрэнджа Стандартная здесь тема Как бы у Стрэнджа Так, делок заходит Талкер помогает делку У Стрэнджа Глев и Адепт И Блай Боллинг Баст Решил сделать Кстати, у Стрэнджа Стенка, я бы сказал, мягенькая Через 14 секунд Только Варп будет готов Гейты не готовы Пилоны танкуют Получается Вейлинги у Блайа уже Пилятся И Стрэндж не готов К Веллинг Басту Судя по всему Здесь похоже на 2-2 Вообще Здесь Мазеркора Ой, Билл без Мазеркора Какая печаль Вообще Гейты там Просто тут На секунд 10 бы пораньше Пойти гейты Еще бы были Так, Мазеркор Сейчас доделать Нужен Варп Пошел Варп Адептика первого Заходят в Лайп Илон минусует Но Еще Бейны выжили Блай сейчас сразу Смещает свою атаку На Мэйн Так, Адептики Варпятся на Мэйн В том числе Так, Беллингов минус Ну, там Стрэндж Парочку Блайов Так, Бейна один Взрывается По пробкам Надо пробочек Уводить сейчас Стрэнджу Пробки Если спасутся Есть шанс еще Да, Варп Двух плюс Адептов Прямо, блин Бейна варпится Стрэндж Здесь Адепта Неплохой Варп Вроде как Глеба есть 30 10 пробок Минус Но пора вам-то Стрэндж все еще в плюсе Надо блочить Здесь пилоном Блоч все Так, чудом Стрэндж здесь отбивается Неужели он Бейлингов будет Так, ну Да пилон поставь Перед ними Ёма А, один только Бейлинг заделался Кстати Линги бегут вперед Пять адептов Уже у Стрэнджа есть Пилон Что Стрэнджу мешает Поставить пилон Я просто не пойму Пилон ставится Оверчарш Сейчас еще будет Нужно блочить Рампу Ой, не рампу А проход Так, заказано Призму Вообще Стрэндж Какую-то чушь делает Адептов Уже вперед Только что был Блин, баст Вообще не понимаю Что Стрэндж пытается Здесь доказать Надо сплетануть Адептов Адепты не сплетятся Ни хрена Так Секундочку Ну что В итоге У Стрэнджа Рабов больше Бейлингбаст У Блай не зашел Но все-таки Он дэмэдж определенный Нанес Этот Бейлингбаст Это факт Опять Блай Заходит Четырьмя Бэйнами Здесь СН3 есть Как бы Здесь есть СН3 Так Врыв на Мэйн Ой-ой-ой Ну Стрэндж Зная Блай Что он Любит Вообще Такие всякие Штучки Нужно просто Было ожидать Вот эту тему Сейчас реально Не знаю Почему Блай Стрэндж не делал Здесь просто-напросто Постройки Какой-нибудь Так Заходят Два Бэйна Вниз Блочатся Два Бэйна Там Сразу же бегут На Мэйн И их нечем Встретить Просто Так Еще адепты Да варпливаются У Стрэнджи Так Два адепта На Мэйн Полетели Все Бэйлинг падает Можно варпануть Дарков Сейчас Стрэнджи Кстати Спорки нету Спорки нету Варп Дарков Что ж ты творишь Такие адепты Ёпросто Просто А Лейр уже есть Я что-то перенервничал Здесь Что-то я гоню Вообще Броско Конечно же Здесь есть Слеер И нет смысла Варпить Дарков Много Ну нет Много Но 2-4 Дарка У Архонов Слился бы Сейчас Стрэнджи Нормально Все было бы Так Уверсира Кстати Бла Не делает Что там Интересно Так Адепты На второй Приходит Спорку Минус Нул Вот сейчас Можно и Архонов И Дарков Уже Подварпить Было бы Здесь Адептами Вообще Ничего не фокусит Стрэнджи Как ни странно На Беллингов Блая развел На несколько штук Но по крайней мере В макро Он точно может Выйти сейчас Это факт Стрэнджи Я имею в виду Конечно Так Дарки Берутся И летят на мейн Четыре штуки Их здесь Три адепта Пытаются Что-то сделать Так Здесь аж целых 2 королевы Блая Есть Уверсир Он сзади Летает Один Дарк Опять Минус Как в одной Из игр Предыдущих Надо Третий Нексус Быстрейндж Запиливать А Блая Летит Гадит Сюда Пошел Крип Надо Сталкера Уводить Здесь Кстати Уверы Без муму Ублая Кстати В стиле Ревы В старом Стиле Ревы Ладно Будем Здесь Тактичны Потому что Раньше Ревчик Любил Так Овер Метралететь И Но Отдавать Их На Мы Последнее Время Я Два Два Овера Висят Блая И Он Просто Ничего Не Делает Иди Ты Сбей Нахрен Короче Этих Оверов Вот Они Висят Сами Отдаваться Прилетели Стрэндж Ну Что Что А Сентри Выводится Молодец Стрэндж Навейлинга Развел Ну Полей Много Сразу же Архоном Потерял Сейчас Стрэндж Но Боевые Лимиты Одинаковые Практически Еще Один Эмор Пошел В стиле Статца Стрэндж Действует Здесь Вообще По карте Миллион Оверов Летят По всем Направлениям Вообще Ребят Вот Кстати Напоминаю Вам Про то Что Вы Можете Подержать Турнир Данный Призовым Фондом Естественно Призовой Почти 84 тысячи Так Очень Крутой Призовой Но Он Может Стать Еще Больше Там Около Сотки Так Что Не Стесняйтесь Вот Ну И наши Каналы Поддерживаете Всех Стримеров Мой В том Числе Другие Сами Скажут Сами Знаете Как Премиум Подблоки И ТД И ТД Так 113 121 Стрэндж Выход Делает Еще Один Овер Здесь Блай Третий Нексус Он Хоть Пока И Не Добывается Но Он Имеет Место Быть Здесь 4 Аж Целых Архуна 3 Иммортла Микс Очень Тяжелый Стрэнджер Филдов Много У Одной Стрэнджер Аж Целых 4 Филда У Блай Очень Много Реведжеров А Реведжер Очень Уязвим К Архуном К Иммортлам Пошли Филды Филды Неплохи Стрэнджер Бэйлингов Не Выпускает Нужно Еще Филды Туда Ставить Чтобы Бэйлинги Не Проходили Еще Пошли Филды Короче Говоря Лимит Уже Равный Архуны Дело Своё Сделали Затанчили Очень Хорошо Но Архуны Кончились Хватит Стрэнджер Здесь Юнитов Только И Морклы Фактически Здесь Остаются Выходит Один Дарк Есть Уверсир Здесь Дарк Сейчас Сольется Стрэнджер Танаму Его Туда Сюда Водит Попытался Минуснуть Уверсир Не Минуснул Но Узелков Из Чаш Уже Так Еще Один Архун Добавляется Иммортл В 4 Штуки Хат Он Наконец Стрэнджер Минуснул 97 108 16 Целых Роуч От Лая До Заказ Так Кажется Все Лая Здесь Не Ахти Ситуация У меня Такое Ущение Складывается Правда Если Стрэнджер Так Армию Будет Растягивать То Может Не Зайти Все Но 5 Иммортл Уже Подошел Зелки Новые Подошли В Газ В Газ Стрэндж Куда Ты Контролишь Газ Пытаются Роуч Выти К Имам Одного Минуснул Блай Второго Не Минуснул Отошел Стрэндж 3 Иммортла Осталось 93 78 Полемет Еще 8 Взялков Со стороны Блая Варпица Он Идет Вперед Минуснул Засаживает Высаживает Потому Что Я Реву Не Наблюдал Последнее Время Где Его Негде И Наблюдать Особо Был Мало Сейчас Играет Я так Понимаю Хотя Я говорил Что Скоро Начнет Побольше Но Стримы Появились Мне Как бы Больше Ни Особо Нечего Делать Мегакрево Воблюдать Гэ Пишет Блай Ребят Блай Разгорчен Судя По всему Результатам Своим И Стрэндж Проходит Дальше Неожиданно Ребята Очень Прямо Неожиданно УПМ 470 Стрэндж Идет Дальше Ребята Дальше Пара Которые Победитель Попадет На Стрэнджа И точно Пвп У нас В финале Будет И точно Будет В полуфинале И точно Прот В финале Будет Крр А Сейчас Гуру Против Касса Ребят Простите Ну там Крр Против Коу Победитель На Стрэнджа Попадет Соответственно Такие И цвета Там Красный Зеленый Синий Белый По-моему И вы Проголосовали За цвета Там Первый На четвертый Второй На третий Мы Зарандомили Вот так Вот выпало Короче говоря Все Это Есть Запися Там Предыдущих Груп Кстати Да Надо же Переименовать Здорово Маньяк Два Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Так, секунду Кто-то не жмет, короче, сейчас готовность Сейчас я подойду Так, чайник надо унести Так, чайник надо уйти Так Так, Хорнрипер, спасибо тебе Привет, Беларусь Бывал у вас только проездом С Киева го ездил Обязательно побывать хочу Тем более я-то на границе с вами живу Но это я успею еще Ну что же, Гуру против кассы Ждем начала Так, касса Ждем мы Готовности к утверждению Что-то долго начинает Всем с наступающим, ребят Вдруг еще кто-то не Ну, с кем-то не увидимся Возможно, как бы, да Вот На кибетике ставки в описании Канала он есть Вот Вдруг с кем-то не увидимся Но Глупо не прийти 30-го числа Потому что будут полуфиналы Матч за третье место И финал данного турнира, ребят Вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Че-то как раз там минутку бросит Не знаю, что у него случилось, но мы ждем На ликвипедии написано «Серан Вики Бернинг в Одессе квалифайд», за что их? Давайте поговорим опять об этом Есть запись расследования, ищи ее, ищи Первая часть от меня, там вторая от Аверса Еще от пацанов тоже запись была уложена, должна быть Задело, в общем-то, получилось что-то Ну и как обычно, в тысячный раз напоминаю, что поддерживайте данный турнир призовым Меня и мой канал, поехали Турнир очень важно тоже поддержать Потому что Яндек реально до хрена своих денег Года каждый заливает, за что ему огромный респект, конечно Ну что, КАЗ против ГУРУ, все Следующий бой 5 стартует КАЗ ГУРУ, КОУ против КРР Ну и еще самая нижняя мать, браток Димага То есть получается у нас что? КАЗ ГУРУ попадет на победителя, браток Димаги КРР КОУ на победителя Стрэнджа КРР КОУ на Стрэнджа победитель, точнее попадет уже точно Ну вот, у тиранов опасные оппоненты Браток Димага, там близкая ситуация Вот КАЗ ГУРУ, ГУРУ ГАШ ФАВОРИТ Так, пацаны, короче Насчет Пейпала Насчет Пейпала К сожалению, к сожалению Какой-то чеп уж там, я не знаю Который что-то куда-то там донатил через Пейпал Какая ситуация была Миша там писал Он на возврат средства, короче, там поставил Ну и там какая-то нелепая история Короче, какой-то нехороший человек И пришлось сейчас заблочить Пейпал Там вообще-то разбирательство с этим идет Поэтому пока его отключили Так что Если вы хотите Я не знаю просто Как, если вы меня хотите поддержать Можете на сам Пейпал поддерживать За это вам огромное спасибо Если турнир хотите поддержать То, ну я не знаю Можете мне на Пейпал поддерживать Я уже как бы там Со своих средств поддержу турнир Другого варианта просто нету здесь Вот такие вот дела Ну будем надеяться Что Пейпал восстановится Как бы потом Потому что Пейпал Как бы очень такой Такая тема Как бы Кошелек важный Так, ну тут Кас пролетел Вот харасил Заставил Гуру Там поотменять немножечко Че-то там Чуть не потерял Рипера Поотменять спорки Так, не надо отдавать Вот если бы Рипер не был Денеджи Можно было бы сразу Подрезать Криптумор Например Короче, хватит Всякую шляпу обсуждать А то сейчас начнется Какая-нибудь Непонятная тема В чатике Привет всем на Твиче Пацаны везде Всем привет Каса через Steam Короче говоря Здесь игра идет Брать подчеркивание Я активировал премиум На ваш канал Брат Подчеркивай Невок премиум Активировал Здорово Паш А что это ты там Не готовишься Я что-то не фурил А, Паш Наверное Каса смотрит Хочет что-нибудь Интересного Здесь посмотреть Что-то все Походу С премиум Сидят После розы 470 Сейчас премиум Активных Никто ничего Не активирует Такие дела Ну а что тут поделаешь Ничего не поделаешь Пацаны Какие-то стенки У кассы Что это, бля Такое за Лабиринт Непонятное Вообще Ну вот сейчас Самое Какое же Не в тему Соплай блок Просто Вот На этой стадии Нельзя Допускать Ни одного Соплай блока Вообще У касса Соплай блок Ни хрена Не строится Медиваг Вот прикиньте Сейчас Медиваг Уже бы третий Выходил И просто К этим двум Еще бы один Прилетал бы Вместо этого У кассы Просто Ну Ничего не строилось В итоге Он сейчас теряет Этот выход Ну как бы Разменивается Убил Убил несколько Лингов Ему убили Несколько Мариков Все Третий Медиваг Ни лечит В этом Билде Ключевой Компонент Вообще Начальный Прессинг Чтобы он Был жестче Да Должен Ну это Блин Ну Ладно Короче У меня реально Сейчас пригорит Просто Не знаю На такой Стадии Это очень Непрофессионально Делать Соплай блоки Ладно Там потом У всех Бывает Ну блин При таком Билде Сейчас Соплай блок Ну прилетел Медиваг А Мариков Как было 16 Так и есть Он должен Третий Прилетать И 20 Плюс Мариков Должны Давить Здесь Очень Жестко Так Минка Закопалась Тимпач Сокас Минку Копает Минка Жахнула Неплохо 13 Лингов Минус Ну Кап Если Я вам Скажу Так Спасибо Всех Фол Спасибо Всем Кто Поддерживает Пацаны Потом Гляну Так 518 Рублей Вся Тебе Турнир Так Главное Мне Потом Не забыть На турнир Напилить Спасибо Большое Всем Турнир Ну тут неплохо, минки жахнули Под своим мариком, правда, тоже Они очень-очень неплохо жахнули Здесь касс стоит, у гуру мутку уже Касс сваливай, мута, мута Деньжер, деньжер Сейчас можно не улететь Три в три базы, кстати, экономика у касса Замечательная, здесь Вот Сильная тренировка не нужна Слава вам не поможет Сто пудово Корейцы, что они вообще не тренируются Зачем это делать Так, приходит касс, сплитос пошел Пока касс сплетился, ушел от своих минок назад Тут бейлингов под фокусом Ну, кстати, марики держатся Смотрите, как касс тут раскладывает 120 на 110 Прирост-то будет подходить у касса? Опять касс начал копить по кучам Ну хотя касс, наверное, не думал сейчас Что прям он сможет так вот жестко зерга поджать Но нужно сейчас Вот сейчас выбор есть Либо дропнуться на мейн попробовать Либо попытаться прилететь к этой группе Касс выбирает на мейн лететь У гуру вторая атака на мут У гуру второй армор заказ Ну касса 2-1 делает Здесь чейзинг идет вперед Залетает касс Вообще бустом не пользуется Прям на спорку прилетает Через спорку пролетает внутрь Ничего Ну, марики дропнулись А где доразводка-то какая? Ну, пожалуйста Вот способие вам, ребят Как слить 20 лимитов Хотел сказать, как слить 20 лимитов никуда Если б не минка, которая 17 юнитов сейчас подрезала В том числе 3 дрона Жесть-то какая Четвертый цех у касса Второй армор он не заказал Это очень большой косяк Надо грейды делать все Так, муткой здесь Марики за муткой побежали Куда марики там за муткой побежали Касс что-то выкупал минки Перекапывает в другом направлении Прирост очень большой сюда идет Сейчас у касса Вот грейды А вот, наконец-то второй армор касс заказал Смещается наверх Часть почему-то лимита Вообще без фонтового как-то идет здесь С другого направления совершенно Причем касс видит прекрасно Как гуру заходит И марики в тыл могут подойти Сейчас нужно сплетануться Минки в гуру взрываются Беллингер Стимпатч и касс давить пока бейнов нет Через аклик вперед Куда ты побежал до бейлингов Нет, надо убивать на таких моментах Идти, блин Не чувствует кассу Что там не было бейлингов А он мог пойти вот сюда Тор-4 активировал премиум на ваш канал Так, все И ГГ написал бы гуру Ребят, спасибо Всем же поддержос Так Стимпатч еще раз касс Ну вот, пожалуйста Сплит есть Сплит есть Бейлинги есть у гуру Бейлинги есть 135, 111 Опять сплит от касса Касс продолжает давить Смотрите Касс А вот и точка сбора пошла Касс радует глаз Как говорится Сейчас Прямо начал уже опять же Навязчивая такая похвала Не захвалить бы к мишаню Скопаются минки Но уровень хороший И видно готов Что касс бур Так, ну Сейчас Чего-то сплита не было Правда Минка жахнула Вторая тур жахнула Прирост идет Прирост идет Хорошо Вперед Куда-то Куда касс полетел-то Прирост же рядом Ё-моё Муталисков 16 Другой стороны На ровном месте Извиняюсь Вместо того Что драться на оклике Он самое тупое решение Принял Кое можно Улетать от мутки Все Я, короче Не знаю Что делать Короче Собираем поддержку На Ну На Этот На размагничивание Меня Реально Как похвалю Сразу все Короче Битвы экстрасенсов Сюда Короче Пацаны Что за хрень Ну вот реально Зачем улетать было Бэйнов не было Жми стимпак Отсюда добегает Этими назад Отступая Просто под медеваки Марики Даже против 16 Муталисков Даже 10 мариков Они будут держаться На самом деле Зачем так улетать То было Так Ультрал кэвер Туреток У касса нет Просто гуру Разводит его По всем направлениям Сейчас Есть марики На мэне На второй Борода Просто Борода Здесь туретки Есть Конечно нет Просто био Касс стоит Туреток Кто-нибудь запилить 43 23 ксм На ром месте Всю игру вести Вот такая вот хрень Полетела в конце Ну что так Ты будешь делать Так Минка копается Марики везде Марики с 2-2 Хорошо с муталисками Размениваются Даже в таких малых Количествах Минка не может Стрельнуть 49-43 Серегуру В абсолютный плюс Разменивает Эту муту Еще 6 ксм Минус Пока Касс живет Но тут ультралы Короче Катастрофа Технологичная Случилась Такой прессинг Как делал Касс Нужно доводить До логического Завершения Касс же Не смог Его довести Ни до какого Логического Завершения Касс просто слился Нахрен Короче Улетел Отдал всеми деваки Отдал все Био Блин Так Здесь 3-я атака Сейчас будет готова Ну у Гуру 2-1 Кстати когти Ой у Гуру Микос Будет Не покатишь Даже если бы Касс был бьяном Микос Контрит Но Касс Еще и не катит Как бьян Очевиден Тут факт С темпач Секрас Пошла атака От Гуру Вот пошли Оу Пошел Микос Жесткий Просто Минки жахнули Правда Царский Сейчас Очень даже И Гуру А он Есть уже Армор уникальный Ультралов Надо не отпустить Надо инфестров Точно Инфестров Не отпускать Металиски Просто Дэмэджи Все Гуру Понимает Что надо Летиться Так как Хочется Дэмэджи Поддержал Дэмэджи Предпочтительно Поэтому Я там Просто За Красивую Игру Так Заходит Короче Ибиус Стрек 142 155 Продолжает Давить Но я не вижу Свичи Ни в Либераторах Ни во что Ни во что Что будет Контрить Просто Круто Ультралов Залетает Гуру Минус Минус Кас Темпач Фарму Талисков Здесь забирают Но марики Все Падают Короче Говоря Кас Вынужден Уйти Назад Вот Наконец-то Либераторы Поперли Гуру Пытается Барак Заминусовать Который С реактора И реактор Минус Барак Минус Спасибо Всем Громадное За поддержку Ребята Так Минус А на третьей Как не было Туретки Так и нет Ну здесь Бункер А здесь Борода Ну запилить Туретку Во центру Мишани Что такое Что за Жадность Иранская Вот эта Стандартная Либератора В штучек Шести Можно будет Драться Пытаться Лезть Ни в коем Случа Не надо Желательно Вычинить Медиваки Желательно Новых Медиваков Построить Можно Старпорт Еще добавить Все Мутка Уже Не пошатает Спешить Некуда Мутки Мало Осталось Уже Угуру Так Здесь Минка С самого Начала Или она Закупана Здесь Не понимаю Так Берется Просто 20 Лимитов Растимпачено Уже Медиваки У которых Нет энергии Я боюсь Что это Пособие Как Слить 20 Лимита Еще Второе Будет В этой Игре Мне Оказывается Мутку Хорошо Мутка Прилетела Реально Повезло Что Мутка Прилетела Куда Этот Дроп Летел Не знаю Хотя Здесь Смотрите Виджена Нет Минки Контроль Сюда Дропнуться На Стиме Резко Бах Не Плеток Не Споров Ничего Нет Может Быть Что-то Здесь И получилось Кассу Сделать Были Так Заход С Либераторами Попер Либераторы Раскладываются По факту Просто Ультрала Заходит Мимо Либерпов И Сколько Там Этих Бивней Сколько Там Этих Слонов А Касс Уходи Не надо Даже Катить Тебе Пытаться Но В это Время Дропчик Нам Интересный Зашел Можно Шпиль Минус Нуть Гура Возвращается Касс За контроль Ждроп Ты куда Ты Что Ты Делаешь Шпиль Конечно Выбить Хотя Шпиль Минка Законтролил Так Зажахнул Ультрала Кстати Дэмэж Минка Нанесла Здесь Двойной Дроп На дальнюю Базу Гуру Стимпач Миша Стимпач Газ Убил Пока Дроны Тут Добывают Дронов Разваливают Всех Гуру Вообще Сюда Забегает До полгода Гуру Вообще Не законтролил Здесь Ничего Нужно Хату Выбивать Хату Выбей Мишаня Хату Не выбивает Как же Долго Он ее Кас Он ее Кас Он Кас Ее Фукусил Блин Что за Дичь Вообще Переживаю Паша Здесь Джейфик Так что Он тебя Благодарит За поддержку Спасибо Всем Пацаны Еще раз За меня Поддержку Спасибо Так Часть На турнир Там Мне присылал На пейпал Спасибо Тельсек Фул Две Сотки С лишним Там Получается 260 Где-то Ре Так Да не Кас Не стесняется В макро Биться Это хорошо Гасты Пошли Сможет ли Кас Лейд Самый Такой Расконтролить Еще Один Дроп От Кас Заходит Здесь Рядом Все Стоит Угуру Угуру Инфесторов Добавляют Кас Ренч Либератор Двойной Дроп На Мейн И Кстати Сейчас Спорок Здесь Нету И Ультрал Кеверный Шпиль Новый Здесь У Кас Кстати Кстати Может Ультрала Заминус Да Ультрала Минус Ну Кас Молодец Кас 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 Не 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 Стим Не стимится Био Без стима Все Убивает Вообще Дроп Не контролит Микос Минус Дроп Че Кас Контролил Ну Здесь Либераторов Раскладывал Я не знаю Ребят Что Кас Сейчас Контролил Кстати Медиваки Выжили Можно Отвести Вот Шпиль Ультрал Кэвер Все Что Угодно Расконтроль Убей Так Еще Дроп Прилетает От Кас Зачем Он Сюда Прилетает Еще Один Этот Дроп Стим Патч Только Этим Дроп Я Тебя Прошу Кас Опять Нет Контроля Вот Пошел Стим Гуру Ушел Гуру Пытается В центре Боя Принять Сколько Хайв Падает Грейтер Спайра Следовательно Не будет Здесь Гуру Ультралиски Без 3-3 Грейдов То есть Био Дерется Даже С такими Ультралисками Даже Без Кайтинга Более Менее Еще Адекватно Потом Уже Такого Просто Не будет Уходит Кас На Либераторов Выманивает Гуру Минус Ультралы Смотрите Хорошо Как зашло 169 139 Тем не менее Каса Меньше По лимиту До сих пор Но у Гуру Ультралиски Которые Не прикрыты Караптерами А это Очень плохо Ультралиск Кэвер Начал Здесь Подыхать Без Скрипа В это время Кас Наверх Пришел Хату Можно Заминусовать Хат Уж минус Ничто Кто-то Атакует И никто Не атакует Все Наконец Хата Падает Это Злополучное Королева Под ударом Минус Королева Снайпер Попели Инфесторы Кидают Сейчас ЕМП Ой ЕМП Нихрена Инфесторы Вообще Скилловые Пацаны Стали Всю энергию Тратит Сейчас Гуру На Инфестор Теренов Против Либераторов Либераторы Бьются Но Муталиски Плюс А нахрен Кас Так Драться Не понимаю Так Снайперит Кас Ультралов Сейчас Снайперит Неплохо Либераторов Часть Отдалась Но Кас Выбил Самый Сок Сейчас Геверн Догорает Сейчас Хороший Замес Такой Самая Самая Дичь Самая Самый Такой Сок Короче Идет Макро ТВЗ Так Мутка Летит Мейн Шатай Туретки Имеют Место Быть Горит Кас Цех Полетела С мейна Куда Там Вдаль Здесь Планетарки Надо Выкидывать Сейчас Побольше Туда Мулов Так Минус Два Муталиска Нужно Либерить Наперить Мутку Сейчас Касту Я ХЗ Ну вот Кас Выбил Хайф Посмотрите Ребят Но он Не выбил Два Ключевых Здания Ультрал Кеверн И Шпиль Может быть Даже Лучше Было бы Выбить Слоу Почная Минка Не может Выстрелить Никак В собак Каст Тимпатч Отходит Мариками Под Планетарку Гуру Не дурак Бежит Сюда На Орбиталку Понимает Что здесь Есть чем Поживиться Свеженькими Ксм Четыре Уже Минус Но Гасты С Мариками Идут Разбирать Депохи Закрывай Касс Ох Хорош Закрыл Устел Депохи Гастов Только не Поставлять Ни в коем Случа Разложены Либераторы Депохи Закрываются Открываются Касс Отбиваются 110 120 Что-то Я не вижу Касса Продакшена Гигантского Как он Любит Просто в этой Игре Если честно Где этот Продакшен Ультралис Кевер Не видит Гуру Что подохнет Через Некоторое Время И это Может Сейчас Стоить Ему Игры Тоже Тут Его Невнимательность Гастов У касса 17 Гастов Где же Медиваки Лечиться Им надо Чем Не Лепера Так Зазорок На 2020 Увеличил Призовой Фонд Респект Братан Тебе Призовой Фонд Турнира Спасибо Большое Постоянный Зритель Старкрафта Между прочим Три Либератора Еще Инвиз Гастам Пошел Да блин Здесь Два Медивака Все Почему Касс Пренебрегает Просто Медиваками Лечение На Гастов На Этих Нужно Очень Очень Жестко Так Снайперит Касс Заходит Где А инфестор Есть Есть Четыре Инфестора Касс Не сканет Сейчас Просто Один Микос И Минус Все Может быть Так Какие-то Снайпершоты Медленные Караптора Еще Одного Минус 131 119 Неужели Касс Гуру Дожмет Похоже Что Дожмет Опять Микос Сбит Короче Здесь Касс Снайпершота Еще Микос Еще Касс Снайпершота Сбит Но Либераторы Объясняют Ультралам Что даже Без Снайпершотов Можно бороться С зергом ГГ Пишет Гуру У него Бомбит По-моему Он через паузу Выходит Это хороший признак Ребята Аугуру Бомбит Вы знаете Блин Прям Знатно Иногда Так Да не орет Угрюмо Орет Блин Включился Прерол Блин Прерол Успех Пацаны Это От Секфолта Я Запилил Сюда В Турнир Так что Поддерживайте Меня Мой канал И турнир Черт повери Блин Турнир И надо Поддерживать Чтоб Наши Бились Сильнее Чтоб Больше Касс С Гуру Было Больше Всего Вообще Блин А касса Понравилась Мне Пока что Игра Понравилась Конечно Пришлось Немножечко Попригорать Но Молодец Мишане Молодец Единственное Отмутки Отступление Конечно Было Оно Просто Какое-то Нелепое Если честно Было Может Легносто Они Все Возвращаю Стоя Тебя Стоя 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 Но это еще не вечер, ребят, но ведь КАС, вы сами знаете, что КАС может сыграть и через стиль с мехом две факты, вот, и похоже, что Гуру сейчас собирается какую-то агрессию с роущими провернуть, ведь для чего, иначе, это золото делается, так, кстати, забыл я кое-что, так вот, вчера выдерживали, ребята, так, ну тут роуч ворон у Гуру, да, это будет с роучами, врыв сейчас на КАСа, и, кстати говоря, вот этот билд через био, этот врыв с роучами на самом деле. Прилетел КАС, и чего он прилетел? КАС вообще не видит, что происходит сейчас, ребят. Вторую хату не спалил? Чего КАС ждет, я не понимаю, он не проверяет ничего вообще, тут три роучи уже, так, бункер пошел, верно, пошел бункер. Неужели КАС не догадывает, что это золото от Гуру будет? Хаты нету, проверь ты золотишко. Тут три реведжера уже пилятся, факта, на факте лабу надо делать. КАС не понимает, что это золото. Смотрите, он палит вообще чужую Ксилнагу, здесь нет ни хрена, здесь уже три реведжера поперли, блин. Как КАС не додумывается до такого просто, я не понимаю. Всё, реведжеры уже подходят. Всё, три фаербола на бункер, смотрите, рипер возвращается, циклон строится. А, всё правильно, КАС решил, что нахрен... Кстати, бункер Гуру фаерболит с внешней стороны, то есть КАС спокойно здесь всё отобьёт, моё мнение. Сейчас уже будет, ох, эти, мародёры с фугасами, можно реведжеров не отпускать будет пытаться. Всё, фугасы есть. Дайте вы мародёру пульнуть, пацаны, кто-нибудь. Два роутчу заказанного Гуру. Нужно ли КАС заходить туда на ХГ? Это я не уверен, что нужно. КАС заходит, реведжеров принимает. Ещё одного реведжера принимает. Трёх реведжеров минуснул своим выходом. Не нужно это было делать КАС, моё мнение, как бы, он лишним был сейчас. Стимпак ещё... Вот если б стим делался сейчас, ещё ладно. Стим не делается в итоге, блин. Тут третья хата, но ничего какого-то катастрофического вообще не произошло. Кстати, КАС больше отдал, чем убил. Семь мариков, мародёра, рипера и циклон, блин. Можно было прогнать, отступить, заказать стим, медиваки. Просто потом на Т нажал, самолёты прилетели. Печали. Ну да, тут Блайв Раф абсолютно. Не все штурниры тащите. Я одному Блайву за всё СНГ, блин. Каждый турнир не выиграешь. Но! Нужно играть. То есть, выиграть не выиграешь, а всё равно нужно по принципу Бьяна. А как он интервью говорит? Моя цель в Старкрафте выиграть каждый матч, каждую игру, каждую. На ладере там, я не знаю, где угодно, короче. Это хороший принцип, я считаю. Дропчик от КАСа летит на мейн. Готов ли Буру к дропчику-то на мейн? Основная-то армия, вот где и муфта лингом-то не готов вообще. Гуру стука, кстати, на аватарке. Так, КАС дропается, стима нету до сих пор. Так, там инфестейшн пошёл, может отменить его КАСа? КАС так и решил сделать. Кстати, Гуру эскейп даже не нажал, что самое интересное. Просто КАС минус тума, халяву инфестарню Гуру. 93-90 по лимиту, боевую одинаковую почти. Крипа много. У Гуру КАСу нужно сейчас действовать поагрессивнее. С Ксилнаги с его, я считаю, особенно КАС щиты доделываются. КАС танчиков всё больше и больше становится. Здесь КАС спалил, что У Гуру овер висит рядом. Здесь улететь надо, КАС не отдавай, Марик. Улетает, отдал пару. Ну, пару, ладно, можно отдать. Хотя не стоит. Так, двойной дроп от КАСа. Ну, здесь Вижен от Крипа есть. Есть, кстати, закопку у Гуру. А вот это уже интересно. Странно, что он Бейнов, кстати, не делает. Вот у Гуру такой миг сейчас. Линги, Роучи, Реведжеры. Бейнов нет, микоза нет. И сейчас для Гуру будет печально. Не печально, а очень опасно несколько минут, пока у него нет ничего того, что я перечислил. То есть КАС может просто делать выходы, вот такие с танками сбил, на щитах и будет очень тяжело Гуру отбиваться, на самом деле. Здесь в тыл КАС дропается, вот на четвертую сейчас можно будет ворваться одновременно с этим выходом. Так, КАС смещается за золото сейчас, за. Ну, нужно ли танк ему так стрёмно вести, блин? Ничего не в СИДЖе вообще, ничего не в СИДЖе. Сейчас два в СИДЖ танка ставят. На спорку минуснуть. Танки засиджились, спорку минусуют. КАС здесь, берет... А, здесь МАС Королевы, кстати. Ё-моё, КАС куда ты летишь? КАС не видит, куда летит? Он просто... Решил мультитаскера вырубить. Да, мультитаскер что-то из КАСа не очень вышел сейчас. Гуру просто королевами встретил, минуснул всё. Ну, здесь танки хорошо стебают, смотрите. Гуру по лимиту проседает. Роучие реводжеры пошли непонятно куда. Сливает кастомов просто миллион на танки Гуру. Лимит вообще сравнялся, боевой сравнялся. У КАСа сейчас 1-1 будет. Золото упадёт. И чё теперь? Так, здесь выход под третью цеху. Идёт третья, она уже летит. Нужно ли КАСу сейчас ломиться вперёд? Вопрос открытый для меня лично. Мне кажется, что совсем не надо. Так, двойной дроп загрузился прямо под собачкой. Полетел вперёд. У Гуру как не было бейлингов, минфестеров, ничего такого так и не осталось. Поэтому даже вот эта группа для него просто невероятно опасно стационарная. КАС может стоять просто и блочить Гуру всё вообще. Так, здесь четвёртая. КАС дропает с тем временем на мейн. Тут на мейне как бы Гуру ждёт. И спорка тут, я не знаю. Да, вот что вот КАС делает. Очередное пособие как двадцатку лимита отдавать. Хорошо, что успел улететь. Это сейчас для КАСа просто очень крутой момент, что он успел. Так, стимпакт. Несколько королев КАС подлавливает Гуру. Но тут не успел ни одной минуснуть. Так, здесь линги зашли. Линги минус. Отменяет КАСа ту дальнюю базу. Гуру сейчас отменит. В прошлый раз что-то тут укусить не могло. Очень много. Охренасия Гуру играет. Стиль Снука сейчас Гуру играет. Вот куда КАС летит? Ну везде же Крип. Ну куда ты всё прёшь-то, блин? Сложить ты уже выход сделай, пока ультралов он не настроил. Ну КАС, кстати, возможно и собирается сделать то, о чём я говорю. Почему? Потому что, вы видите, сейчас он ушёл назад. И здесь стенки делает на третьей. 2-2 грейдлип. Вот 2-2 тайминг можно словить хороший сейчас. Можно прийти вот отсюда, прям рассиджиться на Ксилнагу, сделать выход. И попытаться вот эту базу убить. Здесь Гуру заползает инфестором. Очень важно, чтобы он не увидел КАСа юнитов этих. А он и не увидел. Так, камни не пробиты. Здесь есть у КАСа бункер. Здесь есть туретка у КАСа. Это очень важный момент. Идёт КАС вперёд. Танки сиджить нужно. Стимпачится КАС. Танки засиджились. Контроль в роучей. Ой-ой-ой, КАС, что ты творишь? А как КАС нагло ещё сберётся? 130-150 по лимиту. Но био очень много. Но роучереведжеров не меньше. Гуру, ГРВД-2-1. Микоза, отдача со стороны КАСа. Медивайки просто в мясо отдаются. По лимиту проседания дикое. Если бы, если бы, ДК бы. Но, если танки КАС засиджил бы свои до принятия боя, чтобы они сразу, как только имит и эзерга побежали, совершенно другой расклад был. Пять танков, гигантский ДПС. В итоге эта атака нахрен не нужна на наземную технику. Танки все слиты. Провал. Опять двойной дроп от КАСа идёт. Ну, в этой игре как-то, ну, нету того экономического преимущества. Поэтому, я думаю, что КАСа тяжеловато будет уже перевернуть. А здесь ультра уже суть. Без грейда, кстати, ультра. Обратите внимание, как она быстро падает. Я думаю, КАСа это заметил. Но трансьюзы помогают очень сильно. Перестраховали трансьюзы. Здесь дропчик с либераторами, кстати. Ещё приходят юниты здесь. Два либератора. Это неплохо. Но там масса королевы. Там масса ультра. Тут есть Микоз. И КАСа куда-то непонятно сейчас едет. Если честно. Но Хату подрезает, тем не менее. Пытается сопротивляться. Ультра идёт вперёд. Ультра без уникального грейда. Но она, блин, просто расковыряла всё вилу. Но! Либератора здесь повыжигали неплохо. Ну здесь роучи зашли, например. У КАСы нечем здесь отбить их. Тоже каких-то там сраных 10 роучей. Такс. 169.96. Ресурсов у Гуру очень много. Ну здесь чудом КАС держит. Смотрите сколько крипов Гуру. Вот этот Криптумор, который КАС не выбил. Он вот. Он уже где-то здесь находится. Он просто обогнул карту справа. Здесь всё. Ёма. Здесь просто ковёр. Как у стрелка на стене. У Гуру на карте просто. Ну прикиньте, как стрелок думает, если я ништяк чувствую. Быстро передвигается по стене. Ладно, чё-то я его хер не несу. И там площадь не такая большая. У Гуру покрыть. Может, не все мы видели. Крошит везде всю Гуру. Это 1-1, ребята. Будет ли КАС пытаться по вторки сыграть хоть раз? Я не знаю. Кросит Гуру. Но с таким макро, как у Гуру адским, в мех играть очень сложно будет. Причём Гуру без уникального грейда, что самое интересное такое. Смотрите, у него нет уникального грейда на ультрала просто. Они поэтому очень мягкие и они очень жёстко падают. Если бы была чуть лучше экономика у КАСа, вот он здесь отбился. Может быть, что-то это к чему-то этому положительному и могло бы привести. Но нет, здесь как-то слишком всё печально. Даже с такими потерями Гуру смог зайти наверх. Так, здесь планетарка ультра выпиши минус нет, но это не поможет. Уг 1-1. Ждём третью игру. Зерк в игре. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, на 1-1, ребятки, погнали ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Такс, 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 ну что, ребят 1-1, сегодня как-то игры такие небыстрые плей-офф такой напряженный у нас получается группах очень много закончилась со счетом 3-0 игр такс, такс, такс 5-0 игр요 Так, ну всё-таки минус ну линга, как раз через... Через Геликов в этот раз каст начинает. У Гуру третья хата, и уже Роучворон добавляется, запрыгивает каст, здесь королева. Рипер решил, да, правильно. Ну ещё сейчас два Гелика поедет. Четыре их будет с Умана, здесь что-то Рипер с королевой бодается. Вот если б сейчас прям каст решил проехать... Боится каст, лингов не видит, ну а вдруг там линги с ним, тоже такой момент. А тут аж целых восемь Роучей, и они все могут сейчас вперёд выйти, а у каста просто нечем. О-о-о, здесь третья цеха, какая жёсткая халява сейчас со стороны каста. Заезжает, на пофиг каст минеральную линию. Три дрона за залп, пять, шесть, семь точно заберёт. Ну а контр-врыв-то, бункер, ты кто будет ставить? Девять, бункер срочно ставить! Я не понял, каст не вкуривает, что это Роучи агрессивная, что ли? Ё-моё, как каст тупит сейчас, это же жесть просто какая-то. Как можно так тормозить, блин? Ну неужели сразу бункер не заказать, то есть чтоб он уже был готов? Сейчас Гуру нанесёт просто касту очень много демо. Хотя, хотя здесь есть уже первый мародёр, после одного мародёра маленького. Давайте с каких-то пор один мародёр, там Роучи восемь штук и линги пошли. Просто так тупо отдаст сейчас эту каст эту игру, я охренею вообще. А он реально отдаст её скорее всего. Так, мародёра в бункер надо посадить. КСМ-ки выводятся, нужно вычинивать, можно быстрее. Одного Роучи каст забирает, гелики заехали два всего, дрона слили. Две инженерки плюс МБ, его много, танк нужно ждать. Три реводжера запилено, вычинку надо подводить. КАС что думает, что Гуру отступил? Нет, он никуда не отступил. КСМ-ки где? Пошли к КСМ-ки. Резко каст реагирует. С танчиками можно, можно будет с танчиками отбиться. Часть КСМ вообще на муве дерётся. Линги заходят, если танк сейчас Гуру минуснёт, то катастрофа для каста будет. Танчик минусует Гуру, реводжеры ничего не убивают. Просто ещё и стимпад есть. Просто так игру слить. Так слить игру! Это дикуха просто какая-то. Сейчас со стороны КАСа была. Я вообще в шоке. Видит, что идут Роучи, бункер не ставят. Ладно, бункер вовремя достроился. Повезло, КАС там забегание, здесь заезд успел вычнить. Но потом просто опять, короче, КАС что-то... Видит масс лингов геликами и бункеры дополнительно не ставят. КСМ-ок вовремя не вывел. Стенка не закрыта. Нужно было сзади вычинивать этот бункер, стараться. Но КАС побоялся чего? Что ДПС будет слишком гигантский со стороны Гуру по бункеру. С одной стороны, он не успеет вычинить с этой стороны. Открыл стенку. С одной стороны, объяснимая это как бы тема. Но лингов пропустил зато. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА СМЕХ 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 Я не знаю. Боюсь, что здесь уже... Да и здесь уже не вытащить будет кассу, скорее всего. Всё-таки нужно было... Ну там мало юнитов было у кассы, чтобы депошечку не открывать. Но мне кажется, нужно было пытаться вычинить с внешней стороны. Вот если был бы танк хоть один сразу, то можно было бы с внешней пытаться вычинить. Так, что-то тут линги забежали, залп получили. 100 на 140. Я не знаю, если суперлейку это перевести, здесь хай хуже. Да нет, гуру не такой уровень игрок, который допустит это всё. Так, 62-94 боевые лимиты. У касса нет 1-1, к сожалению. О, точнее, да, у него нет 1-1. Он скоро доделается, кстати, 1-1. Касс пытается занять выгодную для себя позицию. Ну, сейчас танки все нельзя сидживать. Нужно по очереди как бы сидживать их. Два, потом опять два. И наверх сюда вот заходить, пытаться вот эту базу выбрить гуру. Касс стоит пока. 1-1 скоро. Так. Один криптумур сзади остался. Что он такой красный? А, на фоне вот этого. Я не знаю, на фоне чего он или не на фоне чего там. Так, танки касс переводят. Три вперёд, гуру пока не ломятся. Ну, 192 на 130. Ну, тут начало зарешало, конечно. Тут оставалось гуру только принять касса. Ждём следующую игру. Угу. 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 Joe. Угу. Он употребнется. Наши. Продолжение следует... 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 Ну, тут Steam касс разрешал сыграть в следующую игру. Ну, посмотрим. Первую, как бы, касс очень четко отыграл на макро и вывел. Реально последующие две игры касс проиграл каким-то нелепым врывом просто в начале. То есть гуру говнопушами с роучами касса просто очень сильно напрягал. Это привело к тому, что касс не смог в равную хотя бы игру в макро вывести на более поздних стадиях. Особенно меня, блин, взбесила предыдущая игра. Так все четко касс сделал. Сначала бункер вовремя не поставил, потом нормально не вычинил этот бункер касс. Вот этот хорошо было сейчас. Принял дрона третьего гуру пока не будет. Тут и варюшин у него делается. Ну, Steam касс, кстати, и со Steam можно ворваться хорошо. Так, гранатку. Видишь, КА-Криптумор, чтобы такого не было, чтобы гуру отменил, как это делается? Гранату, выстрел, все. Минус Криптумор. Причем для особо одаренных, если кто-то начнет прокадыгрить, граната давно закадышилась предыдущего раза, потому что она кадышится всего 7 секунд. Ну, недавно, ну, 100% уже, конечно. Так, инженерка здесь. Сейчас, главное, кажется, как-то не надо отдаваться нелепо. Риппер опять вперед летит. Вот Линги прибегают. Ну, пожалуйста, нет бы Риппера с гранаточкой взять и... Разработка завершена. Кто на Новенького? Не бы Риппера взять. И прибавить к этому пушу. Так, КА-С летит. Дропнуться нужно сюда. Хорошо дропается. Кстати, Гуру, по-моему, ничего вообще не видит. У Гуру 8 роучей, которые еще не готовы. То есть можно успеть хатку убить до этих роучей появления. Заходит КА-С. Минус Королева сразу. Минус 4 дрона. 100% будет сейчас. Минус Ринги. Роучи можно тоже заминусовать, кстати. И стесняться КА-С с этими действиями. Стреляй по роучам. Все, что нужно. Хотя Марик и без щитов КА-С забоялся. Отдаст много Мариков, видимо, полетит. Сел на мейн. Здесь приходит 4 роучи. Где Стим вообще? Вот Стим пошел. Наконец-то от КА-С. Дэмэдж хороший наносит в этот раз КА-С Гуру. Так, роучи падают. Дополнительные. Только улети хоть одним медиваком КА-С. Ну, улети ты, ем. Как КА-С наглеет, а? Успеет улететь. Да, успел. Ну, хорошо, что успел. Здесь Марики есть дополнительные. Что-то тут все меняется местами. Медиваки новые не добавлены. Ну, 47-32. Черт побери, ребят, по лимиту. И похоже, что КА-С здесь Гуру просто расковырял хлам вообще в этой игре. Я даже не знаю, как Гуру оправиться от этого удара. Третья хата падает. Минка брудлинг вот минусует. Ну, и хрен с ними, с этими брудлингами и с этой минкой. Допустили, укладно, разбанил. Это чпула попевший. Этого лунтика все равно не остановишь. Но он грамотный, лунтик. Он понимает русскую речь. В отличие от... То есть синий лунтик-то получается. В отличие от лунтика, в стопу процентных. И иногда даже пишет смешные вещи очень. Ну, и иногда какие-то, ну, да, узкоштанных товарищей непонятные. Так, опять минка-то здесь закопана. Она стреляет по оверам, просто минусует. Оверсир пошел сейчас. КА с двойным дропом вперед полетел. Блин, если Касса, то игру... Вот, вот, что мешает Кассу сейчас взять и выбить эту сраную башню. Чтобы здесь ничего не забегало. Ничего не мешает. Кассу делает врыв. В одном направлении 4 медивака и 19 мариков. И 16 мариков в двух медиваках летят на третью базу. В чем Гуру видит Касса. Сейчас фаерболы пойдут. Ой, как, Касса, что ты делаешь, Касс? Черт побери. В это время двойной дроп на третьей базе. Марики разгружаются. В стимпаче Касса Королев заминусовал 4 штуки. Там вроде отдал выход, зато здесь очень неплохо подрался Касс. 107 минус 7, 5 дронов минус все Королевы. Микос пошел еще один очередной. Ну, я бы сказал, что Касс минус это все сделал. Но хоть что-то он убил, и то хорошо. 2-2 грейды у Гуру только атака сейчас, рейнжовая вторая. О Хаве речь не идет, и это очень важно. Ну, зачем Кассу двами дела, потому что... Новых нарожают старпорты, бля. Че там делается-то, не понимаю. Завершена. Кто на новенького? База атакована. Кому навешать? Короче, хорош там всякие устраивать хреновины. Вот. А полуокупевший новый аккаунт себе создаст. Не надо, пожалуйста, меня отвлекать на такие вещи. Так, 156, 48. Орсен. Так, 171, 159. Хорошо, что Касс уже 3-2 делает. Ну, тут макро хорошее уже. Касс такое поперло. Ну, вот сейчас опять микозы могут подрешать. Касс, прими бой, нормально. На микозы не заходи, спросканил. Сейчас Касс увидел, все прекрасно. Так, залп по королевам. Здесь инфестры залп сделали, инфестры погибли. Вот. В это время. Так, 170 и 120. Еще дробь двойной сюда пропустил. Гуру своих же юнитов. Фаерболит просто красавец. В кавычках. Так, здесь что-то бегают. Био плюс танки. Пошел еще выход. Плюс медиваки летят. Танчики все засиджи. Касс, ну, вот сейчас надо все засиджить. Что ж так долго-то, я не понимаю. Ну, позицию занял. Это хорошо. Касс здесь и сейчас. Так, скан фаерболами. Один танчик Гуру накрывает. Хорошо, что башня это не про... Ну, хотя, если была пробита, Касс бы ее уничтожил, и все. В любом случае, это не помеха на таких лимитах, на такой стадии. Падают фаербольщики. Вхатка падает. 170 на 120. 7 ультралов у Гуру. Но экономика такова, что два еще под Био выходят, под Касс. Один из них погибнет. Сейчас танки его развалят. Очень неплохо танки здесь атакуют. Так, Саня, Касс еще принимает боль. Микоз по ультралам, ультрал... По Био, простите, по ультралам. Ультрал заходит убивать юнитов, которые под Микозом. Танк его сразу минусует. Короче говоря, здесь размены не на пользу Гуру. Он должен без потерь драться. Причем он должен дождаться обязательно Грейда на армуре ультралиска. Так, здесь Касс Гасс удачно минус 0. Но Гасс это не самое важное для Зерга здания. Рабочий падает. 190-100. Но битва абсолютно равных соперников идет. То есть, но Кассу нужно быть готовым к ческам вот этим Гуру. ГГ пишет Гуру. Хорош. Блин, Касс уровень очень хороший демонстрирует. Лучше, чем в предыдущие дни реально играет. Хорош. Хорош. Но тут удалось Кассу первым дропом. Вот насколько важно вот в этом билде... Это почему? Почему, короче, в этой игре... В этой игре... Касс победил. И почему я в первой игре пригорал, что вот первый дроп Касс сделал и со соплай блочил потом, что медивак не строился. Потому что, во-первых, важен первый врыв вот этим дропом, если он получает сразу хорошее преимущество тиранов. Во-вторых, важен именно грамотное исполнение. Если первый не получил, чтобы быстрее медивак, второй прилетет с постоянной прессинг давления на зерга, чтобы он спокойно просто не мог строить. Рабочек, ничего там он не мог спокойно строить. В этот раз у Касса все получилось. 2, 2, 3 и 5 решающая сейчас должна быть. Следующая пара будет Коу против КРР. КРР, ПВП. Вот, процесс из Литвы против Коу, который здесь у нас постоянно присутствует. Коу-Каза не буду никому удачи давать. Хотя понятно, что я за Коу. КРР хоть из Литвы, но он вроде по-русски не особо там шарит. Хотя, может, шарит, я не прав. Я не прав, не знаю Суть не в этом Ну и последний браток Димага будет Напоследок Димага будет Димага будет Так, 2-2 Следующая игра, погнали Димага будет Так, грейд на фугаса Ну это косяк, конечно, жесткий, что грейда на фугаса нет, например, у касса Но в той игре не зарешало Это предыдущий, например Плюс 2 на армор, это как 2 грейда ты сделал Поэтому Ценен армор или нет Уникальный, это глупый вопрос Абсолютно для ультралов Естественно, он ценен и просто невероятно Так, ну жилая станция Карта интересная такая, на самом деле Жилая станция Опа Касс Еще мне нравится Смотрите, касс каждую карту Вообще разные билды отыгрывает Просто разные Так, здесь что у нас, факта пошла? Да, пошла факта Но гуру Спес все видит Этим овером На этой карте тяжело не увидеть, на самом деле Странно, что касс не через рипер На такую карту играет Наши КСМ атакованы Наши КСМ атакованы Наши КСМ атакованы Давай, удиви меня Наши КСМ атакованы Наши КСМ атакованы Такс Что-то в чатике опять какая-то хрень происходит Такс Кстати, у касса Гумихо билд Ой-ой-ой, кстати Очень прикольный билд, ребят Но нужно стенку заблочить Успеть У гуру роучи Заказано это билд Дроп мариков Плюс минок До стимпака Билд очень интересный На самом деле Так, здесь марик разбирает Линга или не разбирает Ну, отогнал По крайней мере Сейчас еще выйдет Минка одна Нужно все Грузить сейчас Медиваки И лететь вперед Вот еще один марик Что-то касс медленно Это делает Лети касс быстрее Буст-то где? Так, три роучи вперед идет Сейчас Касс через ксилнагу Буст не врубает Ну, что это за исполнение? Ну, только хвалил сейчас Ну, что это такое? Ну, что это такое? Вот это вот Это что, первый старкрафт? Дропши полетят О, буст Пошел Неужели? Сейчас все изменится Ну, хоть не отдался касс Здесь и то хорошо Угуру армор попер Экономика угуру слабенькая Признаться честно То есть Ничего страшного для кассы Не произошло Сейчас либераторы будут Как бы Надо просто Здесь контролить дропом Летать все вот эти направления Либераторов завести В правильном тоже направлении Разложить грамотно Касс летит Раскладываться Летит Но Не знаю Как там он разложится Если честно Здесь нужно Из-за минералов Разложиться Обязательно Второй либератор Полетел Ксилнагу касс занимает Танки добавляются Ццеха третья В стеночки пошла Либерок залетает Гуру, кстати Мейн вообще ничем не контролит Здесь буру свои крипту А, минку Минку расковырял Гуру В то время касс просто в наглую Пролетел на мейн И просто в наглую Там мейн унижает Здесь марики Что-то поддавались Шесть дронов, кстати Минуснул Касс буру Семь И либератор еще улетел Красавчик Здесь на второй На третий Либератор летает Кстати На вторую Можно неплохо Разложиться будет Сейчас кассу Он сныкал Либератора Нужно улететь дальше Улетел дальше Касс Молодец На третью Можно переразложиться Здесь порка Постоянно перекапывается Рабочие Постоянно катаются Угуру 2 еще Касс Заминусал На третью Разложился Еще здесь Наминусуют Угуру больше По лимиту Но рабов-то Меньше Ребят Угуру Сейчас Что у него Вообще есть Тринадцать Ровущий Двореводжер Восемнадцать Лингов Это пуш Будет В ближайшем Будущем Какой-то Со стороны Гуру Ну какой Так Опять Леберок Раскладывается Здесь Три дрона Добывает Это смешно Если Гуру Захочет Наломиться Касс Топ Удово Отобьется Ну где же В стимпак А вот Двое лабы Строятся А один-один Делается Все великолепно У кассы Главное Не затупить Сейчас как-то А касс Сможет Это сделать Блин Вот иногда Так Реводжеры Заходят Так Минус Либератор Реводжерами Выбивает То есть Это будет Тупой Улын От Гуру 63-35 По лимиту Что нужно Сделать Кассу Не надо Выходить Куда ты Пошел Ёпар Сотэк Что ты Делаешь Ну что За лунтиковская Тема Стенки Нету Ни хрена А ну танки Сверху Правда Сиджет И Гуру Будет ломиться Он будет ломиться Скорее всего На муе А может И не будет Вообще Зря Подгорел И Гуру Не ломится Я думал Что если Гуру Сейчас пойдет Могло бы быть Проблема Но я не заметил Что Грейт На муфу Гуру Не наделался Если бы Грейт Был бы Сейчас То тогда Он бы Наломился Скорее всего Я так думаю Грейта Не было Гуру Никуда Не ломится Армори Делается У Касс Пока Все очень четко Касс Отыгрывает Уровень Хороший Реально Демонстрирует Гуру Тоже Как бы Не пальцем Деланы Это очевидно Хотя Когда Когда Можно Почитать Было Про то Как Гуру Подгорал Вот Когда Гуру Подгорал Там Писал Про какую-то Чушь Там Вообще Полную Его из команды Забанили Можно Подумать Было Что и пальцем Деланы Конечно Не знаю Исправляются Ли такие Как Гуру У нас есть Примеры Отечественные По отечественным Судям Навряд ли Но Может быть Гуру Он все-таки Буржуйский Как бы Там По-другому Так Двойной Дроп Четвертую Надо Кассу Отменять По лимиту Близко Очень 2-2 Делается У Гуру Хайф Нельзя Давать ему До ультралов Дожить Единственное Здесь Как бы Успевает Конечно же Escape Буру Нажать Микоз Пошел В 2 Микоза Даже Пошел Третьего Инфестер Без энергии Кассу Летает Частью Юнитов Хорошо Что успел Улететь Частью 2-2 Доделаются Фугасы Плюс 1 На танке Нужно Тайминг До Хайва До ультры Сейчас Кассу Обязательно Словить Танк Куда ты Танк-то Повез Нахрен Он там Нужен В этом Дропе Вообще Танк-то Танк-то Так Ну Здесь Дропом Касс Отвлекает Одновременно Удар На 4 Нексус Идет 183 173 Касс Тимпатчется Танки Си-джи Си-джи Касс Танки 4-й А минус Будет На 2 Дропчик Проходит Что-то Не всех Лимитов Касс Пока Еще Выгрузил Правда Так Либерок Прилетел Успеет Гуру Убить Нормально Сейчас Быстро Не знаю Успеет Или нет Здесь Касс Сканет Выбивает Криптуморы Танчики Нужно Ближе Подводить 172 64 Лимита Касс Больше Гуру Заходит Касс Танки Не прикрывает Но Стим Успел Прожать Уступает Мюнешка Назад Микозы Гуру Кинуть Не может Прямо Идеально Как он Хочет Успевает На танки Часть Кинуть На Билу 138 107 Кажется Касс Переворачивает Здесь Игру Эту Просто Хотя Переворачивает Леон Или Потому что Не было Ни одного Момента Касс Бы Здесь Проигрывал На самом Деле Идет Вперед Три Танков Сиджа 6 Ультралов У Гуру Заказано Хватит Касс Экономики В этой Карте Идет Гуру Вперед Реводжеры Падают Загружается Дропчик Сюда Ковсем Полетел Что ли Нужно Прирост Выводить Сюда Касс Ковсем Присоединяется Юнитом Нужно Ближе Танчики Подвезти Единственное Ну Касс Косячит 3-3 Сейчас Не доказывает Например На вот Этой Карте Это Очень Серьезный Косяк Со стороны Касс Что он 3-3 Не заказывает В этот раз У Гасс Затур Надо Третью Хату Минусовать Выманивает Гуру Наверх На ХГ Касс На Танчики Гуру Идет Вперед Ультрала 2 Сразу Упадут Без Уникального Армура Инфестры Подставляют Тоже падают Танки Все живут 170 На 120 Здесь Еще Куй-то Врыв Идет На Бил У Юнитов Каст Патч Самосоверы Летят Касс Покусит Гуру 9 часов Хата Падает Хата Упала Уникального Армура Все Еще Нет Бомбит У Гуру Пердачочек Он Плевает Просто Из игры Браво Мишаня Браво Касс Хороший Продемонстрировал Уровень Сегодня И Проходит В полуфинал Где Будет Биться С победителем Братка Димаги Так Не Надо Флудить Пусть Та Его Рестримит Хотел Я Могу Написать И Мишей Вы Канал Прекратили Но Я Не Против К Его Ребята Время Решение Не Пускать В Игру Его Потому Что Языком Много Он Разговаривает Своим Не Следя За Ним Но Возможно Все Будет Нормально Voy И И Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да я даже Даша сказала Ну давай конечно я там выберу Блин, ты мне ссылку кстати Скидывал туда, я ей скину Чтоб выбрал, я тебе наберу Я просто сейчас кипишь такой с этими турнирами Я нихрена не успеваю Надо с Машей сидеть иногда там и не только Короче Вот что-то да, 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 да Вот я все вижу ссылку Сейчас скину Даша Пару вещей, да, ты говорил Скажу и пару, чтобы было Ну что Ну что, Кр против Коул Победитель против Стрэнджа Будет биться, ребят Сегодня уже значительно напряженнее Да, чем группы Как бы Блай Стрэндж 3.1 не с нулем Казгуру 3.2 вообще жесткий напряг Кр против Коул Пвп-шечка сейчас А потом браток Димага, ребят На закусончик самый такого ускольный Прям возвращение В 2011-2013 год Такие дела Помните Здорово, спиритолог Помните, что вы можете поддержать данный турнир Ссылку даже кину я вам в чат Вот Помните, что поддерживать на меня и мой канал Естественно, кому стримы мои нравятся За это всем тоже громадное спасибо Призовой 85 тысяч там 200 составляет сейчас Было круто до сотки добить, конечно Но Многовато еще до сотки пока что Как я посмотрю И помните, на кибетике ставочки, если что Так, переименовать-то я забыл что-то Так, вот с вами Пацаны, плюсуйте клипы, которые ребята делают Чтоб они не пропадали Кстати Это тоже важно Так, что-то с хостом не то случилось Так, что-то с хостом не то случилось Подписывайтесь на кибетике под видео Так, что это просто Чтобы отт лежать не жарко Просто так пошёл Все становится Кол Fay пений и будущий Поблася Продолжение следует... Продолжение следует... Кто у нас он будет? Шакуровский или Толдорим? Еретик. Это Коу решает. Сейчас мы посмотрим, кто тут. Кто еще еретик сейчас объяснит. Нам Кыр, походу, дело... Хотя ладно, не хочу вперед забегать. Между прочим, Каса выиграл он. Он в групповой стадии с первого места вышел. Но боюсь я, что если Кас будет так играть, как он сейчас играет, ребят, то... Тогда будет тяжело выиграть Каса. Ну и помните про поддержку каналов, естественно, всех. И турнира. Так, ребятишки. Смотрим, смотрим. Два сталкера делаются. Помните, 30-го заключительный день нашего этого турнира замечательного. Спасибо Яндеку большое. Приходите, смотрите обязательно. Всех с наступающим. Так, здесь Коу идет адептами. Крреру. Он же Кыр. А что за вещи-то выбирать, Фастронт? Там, кстати, ну, там же разные все. Есть всякие там эти, ну, маленькие, а есть всякие куртки, как бы. Эти ж разные совершенно вещи. Так, смотрите-ка, что творится. Четыре адепта от Коу идут. Здесь два сталкера встречают. Здесь два. Два. Четыре в общей сложности. Коу, что ты делаешь? Адептов посылай иллюзии-то, е-мое. Коу, что ты делаешь? Если Кыр гибрид, то тут Коу, конечно, очень сладко придется. Ну, я думаю, что Литва еще не настолько евроинтегрировалась, что уже пути назад нет и Кыр гибридка. Хотя, ребят, я не знаю. Тут уже очень много сталкеров. Десять штук у КРР сталкеров. Грелочка с разогревом начинает жарить, жарить жестко. Мазеркор, нужно ли отдавать? Коу, не отдавай, Мазеркор отдает. Конечно, как его не отдашь? Тут слишком много юнитов. Довар взял Коу. Грелку минусует КРР. Что-то печально все. Похоже, запушил чертяга. Или нет еще? Пока еще нет, но очень печальная для Коу ситуация. Довар по не хватает, грелки не хватает. Там некус, между прочим, строит. Здесь два адепта стоят. Что мешает им? А, ну здесь Мазеркор с энергией, поэтому адепты не заряжают. Грелочка есть. Коу может переселиться домой, как бы, и... И с мейна какую-то выходку пытаться сделать. Адептами вообще не контролит Коу. Это ошибка сейчас. Я понял тебя. Хорошо. Хорошо. Завтра, кстати, ребят, не знаю, что там насчет стрима. Но днем я постримляю, думаю, там лучше игры посмотрим годом. Вечером же перерывчик будет. Надо что-то мне там покушать, сготовить на Новый год. Попробовать начать. Не сготовить, как бы прикупить там. Вот. Блин, так я не хочу ехать за пункт ленту. Это же столько тюленей там будут ходить. Просто дубленочных, как я их называю. Что я начну дебанить прямо жестко. Ну ладно. Придется, придется куда-то что-то сходить. Так, что-то тут Коу встречает. Какие-то пробки минусуют. Представляете, на лимит. 40-25 парабам, 52-73. По лимиту общему. Это просто печалишка полная сейчас для Коу. Тут ему очень тяжело будет. Здесь имморталы делаются уже. Сталкер, кстати, с блинком. Да, уже с блинком. То есть грелки здесь даже не помогут особо. То есть можно сейчас фокусить. Фокуснуть пару сталкеров, там отойти. Если еще что-нибудь там убить, я не знаю. То есть он и сталкеров, чем играть можно. Ну смотри. Смотри, ПВП увидишь. Если на Твиче лагает, пацаны, то смотрите на Гудгейме. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, да, действительно проблемы какие-то с подлагами есть. Но вроде как не должно. Пацаны, на ГВП лагало вообще что-нибудь нет. Вроде жалоб не было абсолютно никаких. Ладно, попозже отпишу, потому что жалобы на Рестриме есть. Просто это Рестрим-Твич, естественно. Может быть, как-то с Гудгеймом это связано. Я не знаю. Так, 66, 99. Цифры похожи. Казалось бы, Коупы сверху. С ног на голову перевернуть свой лимит. И будет такой же. Но перевернуть непросто. И идет вперед. Два... Ой, 21 сталкер. Рукою разись. Это печаль. Я не знаю, как Коу выдержать здесь этот прессинг. Пилон у него всего один. Здесь, причем, на основном направлении. Три грелки, конечно, ДПС неплохую создают. Но! При условии, что они будут бить сталкеров. Здесь еще и гвардиан шилд есть. Ой, а с гвардианом грелки уже так жестко-то и не демеджит. Пошел разогрев. С Н3 подставляются. Перелетает Коу наверх и Мортл пытается убить. Печаль, ребята. Кстати, 293 у Кэра АП очень серьезный. Ну, Стрэндж умеет ПВП, по крайней мере, играть. Я думаю, он готов с обоими из этих игроков сразиться. Но с нижней части сетки уже точно будет не из СНГ. Из СНГ, точнее, игрок. Вот, в нижней части сетки пройдет. Сверху еще Кэр может строиться. Но он тоже, кстати, получается, гуру поляк единственного белка. Остались только представители бывшего СССР. Потому что Кэр, как я говорил, уже не раз он из Литвы. Так, опять что-то происходит нету. Опять карта не та, что ли. Похожа на то. Гуру и Лейзер. Так. Где у нас Зерк? Гуру и Лейзер у нас... Ну, Лейзер топ-4 мира. Конечно же, у Нуры немножко повыше, чем Гуру. Но на самом деле, не на запредельный какой-то там вообще. Все они очень два близких к Зерк. Но все-таки Лейзер с Нерчом. Ну, Лейзер по ЗВЗ как бы там... Константин СПП поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает... С наступающим. Успехов, здоровья и удачи. Спасибо, Константин СПП. А мужичок-то как читает, да, с выражением? Здоровья, удачи, там все дела. Спасибо тебе. Спасибо всем, пацаны. Спасибо. Так, 1-0. Оппонент Коу повел. Ну, еще не вечер, я так думаю. Коу еще должен показать. Коу уменит играть, насколько я помню. Более... Менее неплохо. Главное не допускать начальных таких фейлов, чтобы... Ну, там под пуша оппонента Коу очень сильно подрешал в предыдущей игре. В общем-то, вот... Это и привело к таким последствиям в итоге. АПМ, кстати, в прошлой игре у Кыра вообще жесткий такой был, прямо серьезный. Так, заоблочил пилоном вероятный второй Нексус Коу. Оппоненту. И, кстати, здесь он... Опа! Это полная застройка с одним гейтом. Мне интересно, что Коу собирается делать с этим раскладом. То есть, он собирается ли он сейчас... Как-то, я не знаю, Нексус строить или что? Что, здесь прокси пошло, посмотрите. Здесь пошло прокси, но в этом все ПВП на самом деле заключается. Можно прокси ему прямо со второй сюда пильнуть какую-нибудь в ответку. Ну, два Сталкера заказан. Плюс пробка, если назад откровенно так пойдет, это будет очень подозрительно. Так, Сталкер делает. Похоже на три гейт под куш опять какой-то нелепый такой. Либо три гейт Старгейт. Либо два гейта просто стандарт. Да, это похоже, что как в предыдущей игре. А нет, даже три гейта просто под куш. Но в этот раз... Опа! В этот раз он все проверяет. Заказан Старгейт. Здесь два пилуна на рампе получают. Все нормально. Так, Мазеркор, Коу, лети назад. Что ты делаешь? Вот и встал, смотрите. А что встал-то? И стоит Мазеркором, ё-моё. Что, блин, за невнимательность-то? Пилон надо минусовать. Конечно, двумя Сталкерами просто присанить этот пилон. Сейчас два Аткира подойдет туда. Сталкеры так же. Опа, этот пилон отменит стопудово как бы. Хотя тут Мазеркору еще очень близко. Надо не бояться, а отменять пилон! Да что ж такое-то, а? Да вот же сюда умерчаш. Так, Опа, что ты делаешь-то, ё-моё. Да поставь-то куда-нибудь сраный оверчаш. Наконец-то Коу сообразил и поставил хоть куда-нибудь этот оверчаш. А надо было на этот, потому что здесь пилон уже падал, а вот этот пилон был бы выбит просто. Хорош, Коу. Очень вовремя сейчас оверчаш выставляет. Как же выверенно Коу все сделал сейчас. Молодец, смотрите. И Мазеркор, минусы все, минусы везде. Нексус подвлочил. И грелка сейчас вывезет. Только не надо ее выводить над проходом сюда, конечно. Может, имеет смысл с лужепилона убить? Нексус пошел. Не, вот в этот раз Коу хорошо очень начинает. Сентря будет, сентря будет. Филт, конечно, не выставить. Нормально, грелка ушла. Сталкер, минус на укол. Почему-то грелок больше не делает. Очень странно это все. Хороший филт еще пошел. Принимать бой со сталкером с грелкой. Разогрев на грелке есть. Почти что ГГ оппоненту. Ухо, это можно даже уже писать, мне кажется, в ГГ. Нужно ли вниз лезть? Ответ отрицательный. Не нужно вниз лезть ни в коем случае. Даркшайн делает... Ооо, а здесь уже робот строится. Не видит, что здесь робот строится, у Коу. Спускается Коу вниз. Сейчас гейт будет отменен этот с пилоном. И не будет близкого до Варпа Дарков, соответственно. Что-то еще гыр, 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 гыр похож на гыра. Проца из первого Старкрафта. Очень известного победителя, по-моему, ГСЛ. Сейчас опсервер, если заказать, то это все как бы. Здесь 1-1 будет. Да, опс, сейчас будет. Здесь пилончик заказан. Сталкер спускается вниз. Никсус просто не может заказать. Опа. Прямо пс мимо прилетает. Заметил, что здесь именно дарки по ходу дела. Оракул вперед полетел. ГГ, пишет Кэр. Он понял, что он опсервера увидел дарками, судя по всему. Это было ггнчик 1-1, ребят. Ну так, прям. Интрига, интрига. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Вот, при этом, кстати Доскажу присказку про Лейзера Я еще, ребят, вам Опа Прошел последний выстрел Феникса сбил Отдельный респект Лейзеру За что? Буквально недавно В Котсе Он Ну, там, Култика играл Они с ним вместе играли Лейзер играл так, что даже я, там, немножечко играя Его, там, что-то иногда мог Ну, не иногда, а проблевал даже, как бы Вот А, ну, как бы, давно еще, когда Там, потренивался последние-то годы Понятно, уже и в Котсе Как было Но, за буквально год Лейзер прошел путь Вот, просто от обычного ладерного Игрока, там, ГМЛ-ного просто Даже не топу ГМЛ Топ-4 Близкона Ну, что значит, как бы Старание, в общем-то И желание победить Из этого не так Так, Феникс и Хараси Что такое хрень? Что-то начинает делать Сейчас я смотрю просто Клан собрался Мейн без прикрытия вообще оставил Этот Феникс уйдет 20 П, надо Два выстрела будет Да, скоро будет готов блинк Но Что Хоу собирается блинком-то этим делать? Там уже лимита больше Здесь Фатунка Плюс один Фаржа не делается Да Аверс, когда вы там играете? Я здесь Среди теней Так Еще и Призму сбивает Кстати, для Акира Может быть Враг напал на наши зонды Так Не, Аверс Я просто года не буду Что-то стримить Здесь еще Эта пара недоиграна Еще целая одна Время уже много Мне как бы и спать Нужно иногда Ложиться Удачи вам там в финале С контролом Ну что-то Попробовал Похарасил Здесь грелки Феникса И может Ему три грелки уже Я так полагаю Супер может выход Какой-то здесь сделать И Это будет очень опасно Для Акул Так Аптервер подставился Аптервер минус Везет этим Фениксом Надо бы-то Зайти на ХГ Просто посмотреть Ну, чуть-чуть Прокликать по Фениксу Просто один Рюксер сделать И уйти Вы видели эту карусель? Коу что-то Ёма Жми ты, блин Чонкоу То ли нервничает Жестко То ли что Что вот это За взад-вперед Кликанье Вообще Вы видели? Это называется Нервозная игра, ребята Аккурат не нужно Просто несколько раз Бывает один раз Мискликнешь Назад Потом опять Мискликнешь Ну, столько раз Это вообще жесть 120-89 Похоже на Похоже на 2-1-к Несмотря на вот этих Архонов Их Вот эта база Должна побольше Окупиться Он с сталкерами Должен протянуть Время было дольше Чем он протянул Здесь слишком много Оппонента его И все он абсолютно верно делал Правильный микс Пытался построить Но ему не хватило Времени Нужно было еще Минуты 2-3 Чтобы более-менее Вообще Приемлемый элемент Получить Теперь уже здесь Без шансов Конечно С Крилкой И Чуворной Пришли Там еще Лев Сейчас делают Нет Без шансов Нужно Не Париться Об этой игре И тащить Следующий пытаться Другой Сетка В описании Канала Поэтому Я только Одну могу Кайф Тебе-то Уж точно Известно Где сетка Находится Именно В описании Канала Поэтому Не буду Говорить Где именно До сих пор Не знаю Время Пишет Коу Мотивация Поднялась У европейцев Вот и начали Биться Плюс Мотивация Мотивация Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, два гейта здесь у Кыра. О, поехал прокси ставить. Похоже на то. Кибернетчика-то будет? Будет, да, кибернетчика поперла. Если прокси будет, то где я пока понятия не имею. Второй пилон дома, но гейта один. Какой-то супер... Это это... Как его... Какой-то спешл тактик спрот. Через один гейт вот так вот. Играть? Не знаю. Так, Шу-Шарлик или как тебя на Твиче? Я не знаю, кто топ-1. Борьба постоянно идет. В этом и прикол Старкрафта. Да и киберспорту, в принципе. Сегодня топ-1, завтра не топ-1. Сейчас начнутся Новый Год, начнутся GSL-ы, начнутся корейские турниры, начнутся ВЦС. И мы увидим, кто реально тащит сейчас. Так, Нексус и Кыра пошел. Старгейт одновременно с Коу. Почему Коу? 1 гейт. Там, короче, Нексус запилен. Вообще непонятно как-то. И Нексус раньше, и 2 гейта, и Старгейт, и рабов больше. Как это вообще происходит? Ну, боевого у Коуа больше. Мазерпор у него есть, в отличие от Кыра. Ну, Нексус-то будет? Нет, будет Нексус, да. Фениксы на Фениксов. Коу-1, тут второй уже заказан. Полетел вперед. Если при таком раскладе сливается Феникс 1, это такая печаль вообще начинается сразу. То есть это просто ветка развития, которая практически бесполезна, становится через Таргейт. С нее придется съезжать. Потому что оппонент будет доминировать все время, как бы, если будет внимателем. Но не обязательно сливать Феникса. Взлетает Коу, видит 2 Феникса. Молодец, внимателен. Оказался, улетает там. Все правильно. Летит от Коу Феникс вперед. Сейчас с двумя можно, кстати, попытаться разменяться. Коу вместо того, чтобы сюда везти Феникс, что-то назад 7 улетел. Решил, что так получше сделать. Не знаю, насколько это лучше, не лучше. Сразу же Газ Коу начинает добывать. Коу тоже газ добавляет. Это... О, это Масс Феникс и Масс Таргейт. И, кстати, что самое интересное. Ну, здесь безмазеркоровая тема, как бы. То есть, Коу приходит с двумя стокерами. Ну, тут-то Феникса значительно раньше выходят. Неужели это непонятно просто? Так, Фениксы рядом. Коу надо отступить, пока цел. Ну, блин, вот по вот этим раскладам очевидно, что просто... Так, здесь еще ранее флитбиков. Не, ну тут скорее вообще в хлам контрить. Просто в хлам. Реально, то есть, здесь два Феникса у Коу строят. Здесь уже в ренч собрался выходить. А благодаря чему? Благодаря двум ранним газам заказанным. То есть, он грамотно действует. Он умеет играть Феникса на Феникса. Получается, что так? Ну, пока Коу больше лимита. Ну, я не знаю, как Коу будет против ренча драться сейчас. На самом деле, это невозможно, тупо. Фениксами без ренджа поблить Фениксом можно с ренджом при каком условии? Если, например, к тебе прилетели Фениксы, вот ты Коу, да, они прилетели сюда, начали там рабов поднимать или что-то, и оппонент ошибся, дал сблизиться Фениксом, Фениксом чужим, прямо ворваться внутрь вот этого стека Фениксов. И только при том раскладе, да, там, может, первый выстрел пройдет, можно вровень разменяться более-менее, при другом любом раскладе вот эти Фениксы с ренджом на ровной местности будут разваливать к вам. Летает Коу, наглую три пробки поднимает, убивает и улетает. Можно разменяться, Коу, ну, Коу понимает, нахрен ему до ренджа размениваться. Ну, потерял три пробки, дальше-то что? Развалит потом просто. Коу-ту-у. Флитбика, ну, сейчас важно дожить Коу теперь. То есть ему 40, там, 30 секунд прожить здесь нужно еще. То есть у него только через 2 минуты примерно будет, грубо говоря, если он закажет даже сразу практически этот рендж, у него только примерно через 3 минуты будет он готов. Ну, отсидеться за стационарной обороной, за пилончиками можно, но... Ну, вот сталкер в центре побежал куда-то. Квер видит, минуснет его, конечно, еще. Ренч не спалил. Фениксов реально дофига. Коу нужно грамотно сейчас драться. Мазеркор где-то сзади. Вот они, Фениксы врываются, Кр идет вперед. У него ренч, это катастрофа, что Коу так будет принять. Вынимает, что уж надо врываться, уже там Фениксы ренджованные. А теперь нужно отступать или не нужно? Тут и не отступить никак, вы видите сами. Победа Кр в воздухе и победа Кр в игре, скорее всего. Ренч зарешал. ДГ пишет. Коу, 3-1 Кр. Вот так вот. Не допустил ошибок здесь. Игрок из Литвы не допустил ошибок. Вот, собственно, и все, что можно сказать. И очень грамотно реализовал вот этот ренч. И очень грамотно в него он вышел. Ну что же, браток и Димага ждем. Огонь пара, конечно, но жаль, что в первом туре встретились. Продолжение следует... Ну что же, ваша против Димы ждем. Это будет ТВЗ. Уже. Ну я смотрю, как Кр, молодец. Увидел, где Феникс, увидел, что Мазеркор не на позиции, сагрил их. А так за уверчажами не мог Коу спрятаться просто на мэне. Почему? Потому что Мазеркора не было. Он бы назад отлетел, Кр бы спокойно за ним полетел через пилоны. Все. А так за уверчим. Сейчас я буду... И вот так за умеряем. Вот так за умеряем. И вот так за умеряем. И вот так за умеряем. Так, ну, кибетик, кому интересно, ставочки есть. Так, ну, кибетик, кому интересно. Пару, которую ждали многие сейчас. Наверное, может быть, даже самая ожидаемая пара из всех присутствующих сегодня. Это Димага, браток. Так. Так, кто же там в игре? Конечно же, это Зерк. Дима минуту попросил, я тоже на минутку отойду, ребят. Бодички налью, чтобы горло смочить проветриваю окно. А глаза отдохнут. И мы продолжим с этой крутой парой стрим. Спасибо. 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 Так, все я здесь и игра как раз подъехала. Так. Какие-то откол там клипы. Так, ребят, чарлик, он решил вам для демонстрации поспать еще грамотнее, так как нормально собаки кайфово спят. Так, Ларди, Invited, отлично всех. Субтитры сделал DimaTorzok Но не последний турнир для Q выиграет Maru на GSL. Я не знаю, пацаны, Maru там играл же на GSL вроде, насколько я помню. Ща даже проверю. Да, сейчас нашел GSL. Ща, QDS откроем. Группы еще нету. Да, есть Maru, будет на QDS играть. Кстати, Scarlett прошла на GSL, если что. 2 января он начнет уже, между прочим, QDS. Группа первая, насколько я помню. В этом году аж целых три сезона QDS без QDA. то есть больше качественного StarCraft'а. QDSM готов. QDSM готов. QDSM готов. Плюс про чалик. Да ничего страшного. Ячишки у него в чехлице шерстяном. QDSM готов. Так, здорово, ястреб. Всем привет, пацаны. Напоминаю в очередной раз, что вы можете поддержать гави года турнир наш призовыми. На главный, на Гудгейме есть ссылочка на турнир. И поддерживайте. Это респект. Ну и поддерживайте. Меня и мой канал, естественно. Знаете как? От блоки премиум по реквизитным социалам через плеер. Димаго против братка у нас игра. Ты сегодня лунтика, что ли, замещаешь или что? Я не понимаю. Ты даешь-то, а? Читай вот здесь. Голосовалку в чатике просите, кто-нибудь напилит. ТСМ готов. Так, завязывайте, короче, уже. ТСМ готов. Эта тема плохо кончится. Поэтому я её закончу сейчас. Так, реактор лаба. Не знаю, кто за кого. Кто-то за воротка, кто-то за димагу. Я даже не знаю, как по голосовалке будет. Запилите кто-нибудь, ребята. Потому что... Вот я лично даже не знаю, кто здесь может убедиться. Я не знаю. Чё он, желтый-то есть? Сейчас тебе вообще. Режим готов. Есть. Кто-нибудь пельмёт, короче. Я не знаю. Я не знаю. Так, полетели мулы. От паши вторая добывается. Погодите-ка. Хрена. Спешл тактикс от братка, ребят. Вот это я первый раз вижу такую тему. Кстати, при этом всём, это билд с таким же передропом. Но к передропу уже будет армор готов. Как это вообще билд называется? Это называется интересная тема от паши сейчас. Посмотрите, какая у димаги контроль карта. Ксилнага плюс оверконтролит это направление. Ну, здесь нет контроля. Но вероятность того, что тиран полетит сюда, выше гораздо. Но паша не летит туда. Он просто через центр летит. У паши мабхак, походу, урублен, да? Либо он настолько прошарился в игре димаги. Сейчас, я не знаю, мимо ксилнаги пролетает. Линк мимо пробегает. Прямо разминулся с оверами, с дропчиком с этим. Через 14 секунд будет... Я активировал премиум на ваш канал. Так, видит криптумары Паша. Димага, правда, спалил дробь сейчас. Что по олингам? 22 штучки. Но, Мариков, 20! Паша, не стой! Ну, что ж ты стоишь-то, ема? Что так долго Паша стоит? Не понял. А, он еще ждет. А, ну, кстати, медивак-то больше не строит. Там реакторы места меняются. Скан, Паша принимает бой с криптумарами. С ними биться особо нечего, они демож не наносят. Догружаться надо, влетать Паша. Кстати, смотрите, как Марик и с армором подрешали здесь. Просто все, Паша развалил. Но чуть-чуть не хватает. Все-таки один медивак потерял. Ну, под королевами, вот, под королевами можно драться вне крипа. Здесь же крипа миллиард. У них гигантский рейндж против воздуха. Поэтому, ну, нельзя перестреливаться с королевами. Как тираны эти не запомнят-то? Ян уже всем это объяснил. Так, и билд Паша хорошо исполняет. Так, отходит Паша. Марики еще вперед выдвигаются. У демоги есть еще бейлинг-нест? Нет. No belling-нест. А, есть вру. Чего я вру-то? Ну, нет бейлингов пока. У Паша щиты подъезжают уже. А не, четыре бэйна. Четыре я все, вам вру, ребят. Ну, такова судьба сегодня матча. Пошел дроп. Очень много выдвигается. Марика вперед. Полетел медивак на мейн. Паша хочет отвлекающий маневр здесь запилить. Все, щиты готовы. И 1-1 очень скоро будет. Так, стимится Марик. Паштет заходит. Медивак наверх летит. Сейчас бейнов три доделаются. На мулю сразу будут уничтожены. Линги делают бабанчик. И еще бабанчик. Надо давить бейлинга. Два, три бейлинга. Все, нет юнитов. Паша занимается дропом. Блин. Мантитаск. Страдает. Королеву зафокусил. Линги вышли. Медивак загружается. Надо криптумора. Здесь с этого направления выбить. Перестимпачился-то перестимпачился. А лечить кто будет. Так, немножечко завтых с депухами. Пока полимит нормальный. Третью цеху занял и 2-2 наравне с демагой. Паша. Исполнение пока неплохое, я должен отметить. Паша. Пока что. Пока что. Кокаркать не хочу. Дропчик летает. Одним разводит. Здесь пытается задропать. Выход серьезный. Уже в лоб идет сейчас. Покатухи есть. Нет, подкатух. Минка копается. Очередная. Так. Это минки там. Демага разводит. Хорошо лингами, кстати, сейчас выманил залпы минок. В это время Паша дает успешно дроп. Так. Бейлинги взрываются. Действительно нормально, браток, так отошел. По лимиту-то все еще в плюс. Еще 3б на демага делает. Очередной скан. Перестимпачился. Паша что-то в хлам весь вообще здесь. Королевы с трансфюзами. Выходит. Прирост сюда. Надо отойти. Минки закадешатся сейчас. По королевам жахнуло. Эти две вообще не успели стрельнуть. Пришел прирост. Прирост нехилый сейчас приперся сюда. Покатух все еще нету. Так. Кто-то там выбил минку. Кто минку-то выбил? Я что-то даже не понял. Кто ее выбил? Хорошо. Жахнула еще одна минка. Ну покатухи доделались у демаги. Идет прессинг сейчас от Паши. Прирост весь направлен сюда. Хватит ли здесь. Хватит ли Паша ресурсов. Чуть демага много морфит. И королев ну прям нереально много здесь. Надо ли продолжать прессинг в этом направлении. ЦЦХ четвертое делается. Все делается. Хотя Паша понимает, что у него 2-2 грейды близки. И хочет их реализовывать судя по всему. Но минок не остается вообще во врыве в этом. Но сплит хороший. Реально хороший сплит от Паши. От демаги хороший прям продакшн. Ну вот упали медиваки. Нужно ли дальше сюда ломиться? Все, не осталось вообще. Просто не осталось медиваков. Но новые подлетают. Тут на стиме Паша. Короче, Паша давит, давит, давит. Но вот и 2-2 подъехали. Медиваки слил к моменту этому врыву. Может сменить направление. Че все на четвертую-то? Королев здесь миллиард, блин. Так, третью атаку заказывает Паша. Так, стим по королевам пошел. Так, минка сейчас джухнет. Жахает минка. Не так уж прям жестко она задэмэджила. Надо сваливать. Загружаться медиваки нужно, Паша. Он пытается раскатить бейнов. Неколь прохладная история со стороны паскета здесь идет. Так, минки демаги минусуют. Тут просто оклик демаги. Он пошел знатный вперед. Паш пытается улететь. Минус марик еще. Минки там не самые удачные залпы делал. Так, здесь разгружается часть мариков, часть дальше. Демага поломился вперед. Я не понимаю, зачем он поломился. Ну, разменялся. Ну, а толку-то? Так, ну, цеху поднял. Пусть бы они взрывались. ЦЦ. Ребята, откуда вы беретесь? Стрелок чего? Че стрелок? Бизнесом стрелок. Хлеб растит. В описании отвечает. Ссылка на ггплеер. На ггплеере не лагает. Что с плечом происходит? Я не знаю. Ниша стримит майкер. Никто не хочет ничего сделать. Как бы и вообще нет ответа о никакой конфе про лаги. Вот. Поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. По поводу плеча. Так, 120-130. Здесь какие-то на мейн забегания на вторую. Демага поломился вперед. Ух, на ровном месте реально. Демага здесь ломится и пытается минуснуть Пашу. Депочку имело бы смысл закрыть. Но депочку Паш пока не закрыл. Подгрызаны все рабочие везде. Везде Демага заломился просто. А как давил-то Паша? Да, хорошо. Но немножко не хватило. Что-то выйти хотел, Волк? Выходи, если хочешь. Как-то стационарной обороны не было. Как там линги ворвались, я вообще пропустил этот момент, ребят. Была ведь и планетарка, все было как бы. Ну как-то, Паша, давление не прошло. И вот в итоге вы видите, что получилось. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас-то через секунду вернусь в игру, ребят, подождите, пожалуйста... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кстати... Спрашивали меня пацаны, что там как на решающий день, в общем-то... Ну, я так понял, Миша Майкер не против в решающий день со мной покомментить, постримить, в общем-то... ГГ года в 30-м... Ну, там по обстоятельствам тоже, если занят не будет... Он сказал, что может, в принципе... Не знаю, что-то он еще захочет, нет... Так, 26-34... Что-то я не понял, какая-то интересная стенка была здесь от Паши... Факта пошла... Лава-реактор на внешнюю сторону, очень опасные расклады... Сейчас вам скажу, браток делает... Так, еще линги строятся... В этот раз без армора раннего... Кстати, армор вот в той битве... Видели, как линги грызли? Очень сильно подрешал, то есть... Лечение медиваков эффективнее, но... Королевы слишком жестко решают... Демага здесь строит масс лингов... Посмотрите, Паша в теории... Теория на отлично у Паши... Готов вот к этим всем... Врывам странным, короче... Не странным, точнее, а к этим всем врывам... Паша готов... Ну, рипер он не готов законтролить... Правда, блин... Одного подрезал гранаткой... То есть здесь есть стенка... Здесь ничего не сделать на второй базе будет демаги... В итоге по экономике он проседает, между прочим... То есть контр-дроп может быть очень опасен для демаги... Забегает... Так, а что здесь дырка есть?! Ё-моё, здесь дыра есть... Пх-х-х... А я ее не видел даже... И демага походу... Я ее не видел тоже... Хах-ха-ха... О, прикол! Демага угорает, что здесь дырка тоже есть как-то... Нужно, блин, площадь полностью... Паша не отвечает, Паша серьезен... Понял, что дырка инженерку впилил! Кстати, знал Паша, интересно, я вот что-то не уверен был. Знал ли Паша Ленди, мага стримит, да пусть стримит, чё. Ему надо было добавить стрим свой на ГГ года, сам турнир на самом деле. Так, 65-72, двойной дроп от Паши полетел, плюс один делается в инженерке, новые марики строятся, прилетает на крип сейчас Паша. Не пытается дроп подкладывать, собирается крип убивать. Крип убивать это дело-то полезное. Так, заходит Паша далее, тут ринга-беллинги есть, но крипа много, Паш, смял, ничего не скажешь здесь. А далее что? Далее нужно ещё один меди... Вот, 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 тут сразу надо лететь третьим меди-ваком сюда, здесь столько юнитов получается, стоит Паша, ничего не делаем. Реагировать надо быстрее, он уже подлетать бы мог сюда. Вот, если бы через секунд 5-10 бы нанёс браток удар, здесь нечем вообще встретить. 4 бейна, всё с фокусе и всё. Прикиньте, здесь, ну, 15 плюс 8, это как бы нормальное количество. 24, если полное было бы, так 23 марика. Ну, один марик не зарешает здесь, в любом случае. Разгружается Паша, тут плюс один щиты ещё подъезжают. Три меди-вака плюс марики, ну, не надо только медлить, блин. Вот, ни в коем случае не надо медлить. Ну, давайте походим сейчас мимо крипа, ну, ё-майки. Паша не в курь, ну, может, контролируется, он не уверен. Всё, что нужно вот этим билдом, вот это... А, понятно, всё, я понял, в чём делать. Щиты плюс один, может, Паша и прав, но там нужно ещё успевать меди-вак подвезти сюда, скорее всего, четвёртый. Так, стим пошёл, Паша принимает бой с королевами. Две минусы сразу же, да фокуснуть бэллингов надо. Жесть вообще. Тяжело, конечно, контролить это всё. Я, ну, понимаю, понимаю. Я от Паша требую контроля в Яна. Это невозможно, очевидный, да, момент, я думаю. Но нужно было фокуснуть четырёх бэллингов. Эти марики со счетами с плюс один, они бы как тузик лямку бы просто разорвали во всю эту хрень. Даже окружённые, даже окружённые. Когда же полностью с рукой? Это стопудово, блядь. Так, ну, прирост копится. Ну, посмотрите по рабаму-то, чё такое вообще? 77-49, у зимаги там ничего не запало, где клавиши тут. Чё-то рабов-то как-то он настроил, нет? Так, дробь на мейн, забирает Паша четырёх. Всё, трёх мариков оставил, на пресс-лоссу выкинул. Шатает, ключи выбивает. Видимо, чё крипка? У зимаги там 2-2, у зимаги 70 дронов, макро хаты. Как-то он вообще тут просто настроил, я не знаю. Паша не контролит дробь, дробь сливается, все марики уничтожены, медиварь тоже не спасает. Ну, хоть хату убил. Зимаг, кстати, не отменил её, судя по всему. Так, вторая атака, армор доделывается. Смотрите, вот он Бьян подъехал в лице Паша. А чё улетел-то? Надеюсь, линг, хотя нет, здесь правильно улетел, линге 1-1. Улетел от лингов, и вот медиваком 6 хп, давайте поддропаемся на четвёртую чёртую дри базу. Дробь на мейн, кстати, двойной дробь. Жёсткий. Во, кто видел это, 11 дронов, 23 юнита, убито, 23. Я вам сейчас уберу, короче, просто это дело. Вот она, эта минка. Вот. Это дичь, это минка судьбы просто. Это минка игры, димаков, как специально в кучу всё под эту минку собрал. Но это паника была сейчас со стороны Димы. И кажется, здесь в этой игре счёт сравняется. 1-1 он станет. Две королевы минусы. Я не знаю, как димаги здесь уже тащить, признаться честно. Инфестейшн уничтожен, но хайф-то уже делается. Минка по личинкам бьёт. Ну, по личинкам нафиг не надо, если бы ей было бить с этой минкой. Дронов ещё несколько фарш. Заминусовал в это время сверху на 4-й. Врыв через центр. Крип отменяется. Вот это уже можно мультитаском назвать, в принципе. Здесь выманен залп ещё одной минке. По-любому. Вот что критика животворящая. Вот что делает помя, когда ругает эта тема. Сразу Паша тут начал мультитаском в трёх направлениях биться. И прирост хорошо выводится. Всё здесь неплохо. Паша, делал так. Залп делает минка. Ну, я бы не сказал, что идеально эта залпнука что-то убила. Здесь от бейлингов склит попёр. Но выходят новые-новые бейлинги. Медиваки улетают. Здесь прирост подходит. На стиме нужно стимпатчиться ещё раз. Бейлингов Паша отменяет. Медиваков 6 уже можно и поконтролить. Есть что поконтролить, по крайней мере. Ну, зимаги 2-2. Очень прочные юниты. Против 1-1. Вторую атаку хотя бы Паше нужно дождаться. Дождаться не так просто. Так, Бейна врывается. Здесь склит оставляет желать лучшего. В данный момент. Ну, послите что-то. Паш, ну, линги подходит. Новые-новые. Как-то, блин, зерги наносят ответный удар с 2-2. Ну, вот крип надо было. Паше нужно было сконцентрироваться. Не спешить сюда. Ждать прирост и отменять стараться весь крип. И уже тогда бы он понял, когда ему стоит ударить на самом деле. Опять дробно. Амэн от Паша идет. Здесь до сих пор минка живая. Погодите. Это 29. Это она 7 юнитов сейчас развалила. Эти дроны, что ли, приехали все? Я что-то не понял. 7 дронов. 23, 29. Ну, это 6. А там 7 погибло. Я не знаю, что еще где могло погибнуть. Но минка еще разрядилась. 30 уже. Ё-моё. Это минка совсем ошалела. 30 юнитов ровно сейчас убит. Опять минка разрушена. 25, ё-моё. Как у демаги получается сейчас стэк юнитов собирать? Это минка 25, это 30. И это не последний юнит был. Минус дрон, еще один крабик. Еще 31, 25. Вот, пожалуйста, две минки. На два жала. Сколько? Правильно, 56. 56 юнитов. Две минки убивают. Ультрала, мармора не будет, говорит Паша. Но это последнее уже мгновение жизни демаги, в принципе, в этой игре. Здесь можно даже разгружиться на четвертую. Вывести прирост. 3-3 делает. Демаги, правда, 3-3 раньше. И даже ультрал заказан. Делюксовый. Но не поможет он хоть делюксовый, хоть VIP, хоть PMP, хоть рэпчик. Пусть засчитает. Ничего не поможет. Я даже не знаю, что здесь могло бы помочь в такой игре. Правда, что Керриган из компании Левиафана кинул. Призвал его там. Исходца. Я даже, наверное, он бы не помог. Слишком много мариков. Левы падают. ГГ пишет демага. 1-1. Че-то у меня аж ухо зачесалось сразу. Кто же у нас в игре? Конечно же, это Зер. Кто у нас дольше всего из игры выходит? Громадное спасибо Яндуку, конечно, за этот турнир, ребят. Вам спасибо за внимание. Поддерживайте ГГ года. Кто-то один же, к сожалению, только демага или браток пойдет дальше. Поддерживайте меня и мой канал. Сами знаете, как, к сожалению, отключен PayPal сейчас. Поддерживайте меня и мой канал. Всех с наступающим, соответственно. Годом. Плей-офф будет 30-го числа продолжен до конца. Плей-офф будет 30-го числа. Плей-офф будет 30-го числа. Ну что, ждем начала. так паша отошел димага и паша 16 и вот 15 таков то бьются 28 тараканов ну там смотря какие игры ты так вален ты бы еще спросил battlecruiser и мариков убьют или нет конечно там каждый юнит сильнее каждый юнит сильнее получается роущий и дым 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 тут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Создай юнит тестмэп Проверь сам, что ты хочешь Кто отчего отобьется Что за тупые вопросы Будут роучи с му Можно раскатить все Будут без, нельзя Просто на оклике другой расклад Там много раскладов может быть Это же не пошаговая игра Прилетел Липер, Пашин отдался Просто на ровном месте сейчас Ну это был косяк, конечно И здесь я наблюдаю Определенно хэлбат пуш, но Погодите, арморе Депошки нет, что происходит, ребят? Депошки нет, линги бегут вперед Сейчас не просто забегут Сюда А, ну хотя гелики сейчас Будут через 6 секунд Прибегает линги КСМ-ку нужно увезти Пожог тут, Паша, всю хлам Бобер, кстати, армор Я не спалил, между прочим Это сверхранние просто хэлбаты Получаются Просто сверхранние хэлбаты Без медиваков Без... Ааа Нет, это кассовский билд Кстати, ребят, я вообще не прав был Это для плюса 1 Ну хэлбаты будут Но это не врыв с хэлбатами какой-то Это геликоциклоны Начальные, как бы, получается Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну тут забегание Поперло лингами Ничего особо не... Ну как, 3 КСМ, а минус, на самом деле Это неприятный расклад Нужно дождаться Паша Плюс 1 И идти вперед Здесь просто нет Роуч Ворона У Демаги Смотрите Здесь 3 хэлбата просто Ой, 3 циклона Марик Гелионов много Все, можно овера захватить Просто убить моментально Практически роучей нет Просто заходим Трансформируемся в колбатов И разваливаем Только нужно грамотно Идти вперед В правильном направлении Плюс 1 дожидается Паша, я уверен, сейчас И здесь овера можно захватить Пожалуйста 4 овера Дима заказывает Но Сейчас-то Соплай блок Сейчас-то Бородку можно заказать пока А пуш Вот он уже идет Колбатиков Морфим Колбатиков Морфим Королева есть Королева есть Скан Пошел сзади Криптум Морфим Один выживает Нужно заходить таким образом Чтоб колбаты не отдалялись От циклонов Иначе-то циклоны Под ударом окажутся Лингов Заходит Паша внутрь На вторую базу К демаге И демага-то не готов Совсем Смотрите Ой, как дроном больно 5 уже минус На мейн Паша заходит Нужно ли на мейн Лезть было Но здесь просто Кишмя кишит рабочих Выходит Первый роуч Сразу же падает Пул можно минуснуть Моментально практически Сзади демага подходит С лоу граунда Через рамку заходит Королеву сразу Паша одну убивает Вторая живет Роучи заходит Линги заходит Надо грамотно бой принимать Бой принимает На стенограмот Паша еще и роучи Мудряются спокусить Красавчик Просто 85-54 По лимиту Роучи заходит Роучи не хватает Просто катастрофически Королевы падают все Еще и гелиончик один выжил Смотрите А где рабочие Сверху вон стоят эти рабочие Паша решил хату убить Убьет Не знаю Тут колбат один есть Колбат просто раздает 7 уже 13 дронов минус 15 дронов минус 23-51 парабам Еще 4 гелика И вот вперед Где добыча-то Нет добычи почти ГГ пишет демага Вот это да Не готов Демага был просто К меху от Паши 2-1 браток Неожиданно Ну кстати Победит Так То есть Если сейчас Победит у нас Если сейчас Победит у нас Браток То тогда Останется 2 пропса И 2 тирана В плей-оффах Кстати говоря То есть Получается 3 зерга Которые фактически Были фаворитами Все в своих парах Вылетят В 1-4 что ли Похоже на то Ну очень четко Паш сейчас сыграл Прям приятно было Смотреть На самом деле Вот именно Циклоны холбатами Циклоны гелионами Циклоны холбатами 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 Я так полагаю, Димага еще скажет в этой игре своего послед... Не последнее слово, может быть, даже. Так, на Яндексе сорокет тут откуда-то взялся. Что тут за сорокет у нас на Яндексе? Больше эмоций, больше аналитиков. Больше-то хочешь, чтобы я связки надорвал, что ли, или что? Что к ночью не заснуть было, куда больше эмоций там? Ну, аналитика и так, каждое слово пропитано аналитикой, муа, просто. А 30-го еще больше будет, приходите. На счет 31-го, не знаю, будет стрим или нет, думаю, днем немножечко постриму. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Так, 6 лингов заказано. Так, ну в этот раз, смотрите. Еще билды меняет, Паша, то есть, первая вообще какая-то с инженеркой. Мне вот этот билд с инженеркой, на самом деле, понравился. Идея, хорошее исполнение подвело. Сейчас более стандартный, в общем-то, врыв на 16-ти мариках. В предыдущей игре, получается, гелико-циклонами Паша зарешал. Ну, как Димага Познер, Роуч Ворот добавляет. То есть, вот-вот где халява получилась. Так, а в этот раз, опа, под врыв лингами сейчас будет. Димаги, решил намазиться. Сейчас законтрить Пашу вот так вот. Так, реперончик уходит. Ну, марики стоят на рампе. В самом деле, сейчас линги, а Димаги эти не заходят, то ничего хорошего дальше не ждет. Но лингов 26. Здесь есть 7 мариков и репер. Так, еще одна депошечка пошла под Пашу даже. Линги стоят. Димага хитрец, понимает, что нужно аккуратнее здесь действовать. Нужно выманить тирана на лоу-граунд. Ну, Паша здесь стеночкой немножечко подвлочил здесь, получается, да, рампу как бы. Но если вперед вылезет, до сих пор там слишком много лингов стоит. 11 мариков, 26 лингов, все, поперли. Ну, вот, пожалуйста. Так, здесь на халде рабочий стоит. Димага просачивается внутрь. Да, похи надо поднимать. Ну, марики бились достойно. КСМ-ки выдвигаются на лоу-граунд. Ну, что-то тут линги слишком, по-моему, дэм уже много наносят. Хотя нет, с КСМ-ками отколыпался, но 4 погибло. Погиб вообще весь дроп получается вообще полностью. Ну, и что тут, два медивака летит, чем он? КСМ-ки берите, КСМ-ки в дроп. Стоп, добровольцев набирай, переодевай. Здесь много доспехов осталось от мариков, но нет. Хрен там, старка, все испарилось. Ничего не поделаешь. Забивает Паша камни. У димаги 1-1. Здесь поздняя инженерка. Окупился очень сильно этот дроп от димаги. 44-29 пользу димаги. Парабам сейчас. Репки, репки после турнира только. До конца турнира как смысл их выкладывать, это не очень честно. Смотрю, Паша начинает викингами шатать. Плюс 1 щиты там, дроп не полетел. Ну, правильно, лететь нечем. Зачем спешить? Зачем отдаваться лететь лишний раз? Зачем отдаваться лететь лишний раз? Зачем отдаваться лететь лишний раз? Спасибо, Сергей Керн. Какого-то хрена мужик не озвучивает просто здесь ничего. 33 рубля. Добрый вечер, если план пройти лота в честь Нового Года. Времени не будет, Сергей Керн. Это не быстро перепроходить. Только 31-го получается и 29-го времени. Надо подготовиться к Новому Году немножечко. Мне. Ну, я перепройду обязательно лота. Потому что я всего один раз его проходила. Компания прикольная и долгая. Имеет смысл это сделать. За поддержку громадное. Всем спасибо. Я старое перепрохождение уже не помню. Пытается Фаша дропаться. Экшон здесь 108-102. Кстати, Фаша-то восстановился здесь практически по лимиту. Сравнялся. Но у него больше боевого. Потенциал экономический слабее. Здесь уже 2-2 запиливается сейчас. Еще раз, братва, всем спасибо. И всех с наступающим. Добавляется. Так, очередной стимпак. От братка. Заход 133-117 по лимиту. Демага идет вперед. Но здесь минки есть. Сейчас минки будут. Офигеть. Вот 13-2 юнита забирает минку. Но это не так много. Учитывая, что еще часть дэмэджа по марикам зашла. И у демаги 12 муталисков и 2-2. То есть, вроде Фаш пытается восстановиться. И вроде лимит есть. Здесь надо наносить дэмэдж больше. Сейчас еще мутка прилетит. Ой, и медиваки под ударом. Сейчас КДшечка. Еще до 3 секунды. Еще до того, как будет буст. У медиваков мариков надо выгружать. Выгружает враток мариков. Мутка на мейн. Туретка не готова. В это время марик вырывается. Можно бейлингов минуснуть на морфе здесь. Группа унесла бы. Часть из них даморфилась. Отдалась. Лучше бы они даже не даморфились. Получается Паша достроить здесь туретку. Туретку никак не достроить. Минка жахнула по мутке. Мутке часть погибла. Боевого Паша все еще больше. Но у демаги 2-1. Уже грейды лучше. Так, Паша идет вперед. Так, еще несколько бейнов минус. На мейне-то Паша будет убиваться, нет? Марики-то есть. Так, демага полетел сюда в оборону уже. Трансью за королевами делает. Крип Паша вывел. Здесь еще часть мариков медиваков вообще сидят. Ну вот, в итоге разделен прирост. Это группа. То есть здесь нужно выбить крип и не лезть дальше. Не надо. Нет смысла в этом никакого. Причем Паша не переходит 2-2. У него даже армали нет, я так понимаю. Хотя экономика позволяет. Либо надо драться-то на 1-1. Других вариантов просто не бывает при таком раскладе. Блин, на 3-ю турецу не запилел. Демага не будь дураком, на 3-ю и полетел. Он, конечно, не знал, что там турецки нет. Но надо было слетать и попытаться нахарасить. Как-то так. Так, здесь 2 криптумора осталось. Бейлингов очень много. 159-124. 2-2 в 1-1. Но пока нет предпосылок для переворота в пользу Братка, в пользу Паши этой игры. Стим выбивает 2 криптумора этих последних. Ну, крипт, кстати, хорошо почистился. Но грейды нужны. Вот, посмотрите. Вот если бы сейчас не было настолько критической ситуации, если бы хотя бы на половине сейчас 2-2 было, то есть протерпеть и драться 2-2 в 2-2, а не драться 1-1, 2-2. Здесь линги и бейлинги просто унижают. Паша Спритт кривоватый. Здесь, мягко говоря, делает что-то на мой туда-сюда. Бегал отдался в итоге. Так, бейнов надо фокусить, пытается фокуснуть. Бейнов не так просто зафокусить. И казалось-то, как у Вьяна это выглядело. Все, но это был, кто был лот, когда бейлингов еще было не 40, а 30 кп. Но все-таки Паша здесь отбивается. 112-166 по лимиту. 2-2 атака не заказана. А у демаги зато 9 муток еще заказано. И дронов он пачку переводит на 4-ю, вновь построенную. 16, уже, думаю, полностью. Минералы будут раскачаны. Паша делает выход как раз в этом направлении. Медиваков много. Решил, похоже, что 2-2 не будет. Заказан, панели пропал. Последний выход, и все. Так, одну мутку срезает, Паша. Так, залп минками по муталескам делает сейчас. Королева падает. База упадет сейчас 100% у демаги. Но полиомета в абсолютном плюсе. Демага идет, контр-рыв сейчас. Здесь ни бункера, ничего нет. Марик, минка. Все, больше ничего не присутствует. Здесь заходит демага. Минки же копаются. Можно бейлингами минуснуть эти минки. Что демага и делает. Мутки слишком много. 17 штук. Рабочие падают. Бейлинги к Марикам идут. Ой. Сплита нет особого на 2-2 грейдах. Бейлинги при этом все еще и докатываются. Очень хорошо ДПСа не хватает. Враню пробивать их вторую. 90-170. Это стопудовая. 2-2. Здесь уже не перевернуть. Будет демаги никак. Тьфу, брат, ту какому демаги. Демаги и не надо переворачивать. Он с самого начала ведет здесь в этой игре. После врыва лингов того хорошего. Кстати, вот та игра, в которой враток стеночку сделал. Она как раз законтрила эти врывы. А демага очень прям любит на халяву. Вначале преимущество. Получить врывом лингов. Вот этим. Кстати, и на муту не забывает грейды делать. Что самое интересное. Второй армор. Ну, как в паше 2-2. Ну, грейдам катастрофическая ситуация. Ничего не скажешь. Так, туретки кап не было, нет? Ну, 3-марик. Демага видит, что 3-марик. Демага внимательно. Было бы их тут хотя бы десяток. А еще можно было бы. И нужно было бы ваяться под медиваками, под туретками, под вероятными минками. А когда 3-марика ты видишь, это значит, что нужно лететь, их убивать. Просто 16 муталисков, когда у тебя 17 даже там летает. А не, 16 вру. А осталось... Нет, 17. Что-то я все вру. Так, 30. 30 ксм от минус. Здесь бейна стоит. 50, 8, 176. Тут ГГ пора уже писать. Здесь последний выход идет. Там какой-то дроп на мейн. Ну, тут везде все будет отбито. Демага муталисками поломил. Сейчас все примет здесь. Везде все сминает. На мейне дроп уничтожен. Короче говоря, 2-2, ребят. 2-2. Второе 2-2 за сегодня Казгуру. Причем это ТВЗ тоже Казгуру. Сегодня 2-2 было Каз. Перевернул, убил. Ну что же, браток или Демага? Хороший вопрос. Пока непонятно. Спасибо, Сергей Керн. Спасибо, пацаны, всем за поддержку. Еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, живая станция. Кстати, очень часто эта карта последней становится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что сил на контроле, здесь крип выбиваешь, вот просто прямо прошёл сюда, оказался прям под второй базой фактически оппонента ты своего резко. Так, бессмысленно драться с маслингами вот этими. Дима в стиле Снута сразу же крип восстанавливает. Здесь четвёртая хатка уже пошла. 60-45 по лимиту, Бэйном мув пошёл. Паша под щиты и плюс один выход делает сейчас. Выход хороший, щиты готовы. Опять же, блин, вот медиваки летают на муве, ни хрена не лечат вообще. Видел Димага, что выход идёт такой? Я вот что-то не замечаю, чтобы Димага увидел выхода этого. Бэйлингом мув делается, Бэйлингов вообще не морфится сейчас. Три есть и всё, больше нету. Так, Паша стимпак, Димага врывается, Бэйнов отдал просто на муве всё. Марики разрывают всё в мясо. Что Дима делает-то такое? На 20 лимит преимущество вратка, Димага просто не ожидал. Он до сих пор не понимал, что там такой билд. Он просто думал, что это Марики-карасик. Похоже на 3-2 Паша сейчас. Офигеть вообще, что творится? О, братюня даёт. Издевил Димагу. Бу, минус сразу же. Но 30 лингов и 8 бэйнов делается. Нужно предельно внимательным до сих пор быть. Так, хочется дронов развалить. Сверху бэйлинги пошли. Линги заходят на муве, всё лечится правда. Сплит пошёл. Сплит хороший от Паши. Очень даже. Дроны падают. Здесь ещё прирост идёт. 40 на 100 по лимиту. 3-2 браток. Офигеть, какой напряг. И я прям не ожидал, что Паша так сыграет. ГГ, гол. Гол. Забивая браток, Дима. Да это Гэл желал. Дима, Паша. Блин, ну реально круто. Реально круто. Так, без задержки. Сейчас возвращаюсь, ребят. и он. Продолжение следует...